И решения, вероятно, будут предприняты вовлеченными людьми. После многочисленных обдумываний, он наконец-то начал свой план. В глазах Чжан Тэйсюэня сегодняшняя операция была обречена на успех. Если она провалится, то это будет вмешательством со стороны Бога. Иногда успех зависел от удачи. Но в большинстве случаев успех зависит от настойчивости и терпения. Многие люди, возможно, не поверят, но Чжан Тэйсюэнь готовился к этой операции уже в течение 16 лет. Сидя с закрытыми глазами, Чжан Тэйсюэнь размахивал кистью над белоснежной бумагой и писал дорогими чернилами Аньхуэй. Он открыл глаза лишь после того, как оставил последний мазок. В этот момент на столе появился трехмерный рисунок – океан с бушующими волнами и островом на нем. Если бы члены клана Чжан увидели этот рисунок, то многие из них смогли бы определить, что это был остров скрытого дракона и воды рядом с ним. Контрастируя с бушующими волнами, сильным ветром и темными облаками, сцена под морем на западе от острова скрытого дракона была совершенно иной. Там было очень спокойно. Кроме того, на глубине 300 метров был огромный камень, на котором была вырезана строка великолепных иероглифов. Чжан Тэйсюэнь прибыл сюда в 17 лет. А рядом с этой строкой была еще одна строка, которая казалась бедной как ноги муравьев. Ха-ха, Чжан Тэйсюэнь также прибыл сюда в 16. На самом деле Чжан Тэйсюэнь узнала Чжан Тэйсюэнь гораздо раньше, чем могли себе представить старейшины клана Чжан. Однажды, Чжан Тэйсюэнь отправлялся в царство элементов земли. Перед уходом он несколько дней провел на острове скрытого дракона, в течение которых ему внезапно захотелось увидеть след, который он оставил в молодом возрасте. На дне моря, где он когда-то добывал руду, Чжан Тэйсюэнь увидел свои надписи, а также строку Чжан Тэйсюэнь. Поэтому можно было себе представить, насколько он был поражен в тот момент. Будучи любимчиком дворца Хуайань, Чжан Тэйсюэнь четко понимал, сколько ресурсов дворец Хуайань потратил на него и сколько трудностей он испытал, прежде чем оставил тот след на дне моря в 17 лет. Как мог неизвестный подросток превзойти его в 16. Из-за этой строки, Чжан Тэйсюэнь начал обращать внимание на Чжан Тэйсюэнь. Кроме самого Чжан Тэйсюэня, никто другой во дворце Хуайань не знал об этом. Вскоре после того, как Чжан Тэйсюэнь вошел в царство элементов земли, дворец Хуайань начал эвакуацию с субконтинента Вае. Затем приспешник Чжан Тэйсюэня отправил ему новость. Ученица по фамилии Ма забеременела. В ходе допроса, эта ученица призналась, что отцом ее ребенка является Чжан Тэйсюэнь. Тем не менее, Чжан Тэйсюэнь еще не знает о ее беременности. Получив эту новость, Чжан Тэйсюэнь приказал своим приспешникам скрыть этот факт и взять эту ученицу под контроль. Основываясь на средствах и ресурсах Чжан Тэйсюэня, ему было слишком просто полностью контролировать обычную ученицу ниже ЛВ-10 и заставить ее следовать его воле. Он мог полностью превратить эту ученицу в свою марионетку, используя некоторые духовные навыки и очарование. Тогда Чжан Тэйсюэнь просто почувствовал, что эта ученица однажды станет его козырем. Однако тогда он еще не знал, как использовать этот козырь. Кто бы мог подумать, что она пригодится ему через 16 лет. Когда он покинул царство элементов земли и впервые увидел Чжан Тэ, то тот подросток, который оставил те слова на дне моря, уже стал старейшиной клана, драконом. Находясь в царстве элементов земли, Чжан Тэйсюэнь нашел экзотический предмет. Без этого экзотического предмета, Чжан Тэйсюэнь, возможно, не смог бы разработать этот план. Смотря на то, как Чжан Тэ становится все более и более превосходным и сильным, ревность Чжан Тэйсюэня и информация, полученная от этого экзотического предмета, привели его к одержимости. Подвиги Чжан Тэ над рекой Вэйшуй и раскрытие того факта, что он был божественным доминатором, окончательно сломали психологическую защиту Чжан Тэйсюэня. В результате чего Чжан Тэйсюэнь принял решение рискнуть. И похоже, что на этот раз бог стоял на его стороне. Когда Чжан Тэйсюэнь услышал, что Чжан Тэйсюэнь восстановил свои травмы, используя печь кровавых жертвоприношений, он начал колебаться. Однако согласно информации, полученной от отпечатков ног Чжан Тэйсюэнь, наконец-то решился. Чжан Тэйсюэнь знал, что это неправильно. Однако какой герой заботился о правильном или неправильном? Каждый, кто стоял на вершине человеческого мира, стоял на многочисленных трупах и скелетах. Те, кто убил своих братьев, могут стать императорами и наслаждаться вечной славой. В сравнении с ними, то, что сделал я, вообще не является чем-то серьезным. Несколько часов назад, Чжан Тэйсюэнь получил новость о том, что план в городе Золотого Света преуспел. Как и предполагалось, Чжан Тэй действительно стал менее бдительным, общаясь с тремя старшими ученицами со времен Острова Скрытого Дракона. Особенно с женщиной, с которой у него была любовная связь. Все эти годы, Чжан Тэйсюэнь тщательно изучал Чжан Тэйсюэнь. Он знал, что помимо того, что он был сентиментальным, Чжан Тэйсюэнь также очень любил своих родителей. Поэтому если ему в руки попадет Чжан Тэйсюэнь и его родители, то Чжан Тэйсюэнь ответит на любую просьбу Чжан Тэйсюэня. Затем Чжан Тэйсюэнь получил новости из города Цзинью, после чего нахмурился. Чжан Гуй. Чжан Тэйсюэнь произнес это имя и обнаружил, что вообще не знает этого человека. Затем он покачал головой и взглянул на неуклюжие иероглифы на огромном камне и пробормотал. Я не ожидал, что ты оставишь земного рыцаря около своих родителей. Удивительно, что этот земной рыцарь не против быть рабом семьи Чжан. Если ты смог сделать земного рыцаря своим рабом, то что насчет меня, ведь я тоже земной рыцарь. Однако несмотря на то, что план в городе Цзинью провалился, я все равно смогу легко получить этот предмет. В следующее мгновение, все его кольца дистанционного зондирования начали вибрировать, включая те, которые использовались для связи со старейшинами дворца Хуайань, командиром северо-восточного военного округа и холмом Цзиньюань. Затем Чжан Тэйсюэнь услышал паникующие шаги старейшины Мурия и его хриплый голос. У меня экстренная новость. Быстрее, отведите меня к главе клана. Затем Чжан Тэйсюэнь бросил последний взгляд на рисунок, который еще не высох. Вскоре после этого он показал слабую улыбку, после чего махнул рукой, не оставляя на столе ничего. Выйдя из своего кабинета, он уже выглядел мрачным. Беда. Что-то произошло со старейшиной Мушиним. Увидев Чжан Тэйсюэня, быстро сказал старейшина Мурия. Я только что услышал об этом. Командир северо-восточного военного округа уже спрашивал меня о деталях. Мы немедленно отправляемся в город золотого света. С горькой улыбкой на лице сказал Чжан Тэйсюэнь. Надеюсь, что старейшина Мушинь сможет преодолеть это препятствие. Нужно ли нам сказать другим старейшинам собраться там? Я предполагаю, что старейшина Мушинь был атакован церковью, достигающей небес. Я только что отдал приказ, чтобы армия провинции Юджа увела чрезвычайное положение. Все остальные старейшины должны защищать другие регионы. Нам нужно сначала стабилизировать общую ситуацию. Хорошо, пойдемте. Даже не надевая пальто, Чжан Тэйсюэнь вместе со старейшиной Мурием поднялись на борт воздушного корабля. Армия города золотого света уже прибыла в здание Дикого озера, и начали тушить лесной пожар вокруг здания Дикого озера. До того как пожар был потушен, в небе над зданием появилась фантастическая лодка прорывающая небеса. Вскоре после этого из нее вышла Янь Фэйцин. Затем она мгновенно влетела в пылающий огонь. Всего через несколько секунд Янь Фэйцин вылетела из огня. Затем она махнула рукой, выпуская свою боевую ЦИ, и изолировала пламя от воздуха. В результате чего здание потухло в мгновение ока. Дорогой горестно взревела Янь Фэйцин. На следующее утро новость о том, что Чжан Тэйсиэн подвергся нападению за пределами города Золотого Света, потрясла всю страну. Глава 1482. Загадка из-за законов баланса, чем сильнее что-то было, тем оно было реже. Поэтому покидание души был крайне редким ядом. Все потому, что даже рыцари едва могли пережить этот яд. Тем не менее длительность действия этого яда была ограничена. После отравления этим ядом, сознание человека не может быть изолировано от тела навсегда. Покидание души означает, что душа человека выйдет из-под его контроля. После того, как покидание души полностью утратил свое действие, Чжан Тэйсиэн постепенно открыл глаза. Открыв глаза, он понял, что находился в комнате вырезанной в горе, площадь которой составляла 600 квадратных метров. Вся комната была покрыта огромными пластами гранита. Кроме того, на потолке висела вечная алюминисцентная лампа, тусклый свет которой освещал всю пещеру. Кроме того, в комнате также было несколько подземных растений, которые использовались для поддержания свежести воздуха. Затем Чжан Тэйсиэн слабо услышал морские волны, что означало, что эта горная пещера находилась на острове или в подземном пространстве на берегу моря. Затем после звука Хуа, Чжан Тэй обнаружил, что его конечности были связаны огромными и толстыми цепями. Как только он двинулся, цепи столкнулись друг с другом. Опустив голову и посмотрев на них, Чжан Тэйсиэн обнаружил, что они были сделаны из железа бездны, мифрила и шелка дракона. Твердость и прочность этого сплава были невероятными. Кроме того, на этом сплаве было несколько продвинутых рун. Руна укрепления ЛВ-5. Продвинутая руна восстановления, которая может помочь людям быстро восстановить свою духовную энергию и физическую силу. А также продвинутая руна аннулирования, которая полностью противодействует эффекту руны восстановления. Очень странно. Цепи на его конечностях были связаны кольцом из того же сплава. А это кольцо в свою очередь крепилось к огромному куску металла весом более 1,000 тонн. Из-за всего этого, Чжан Тэйсиэн никак не мог покинуть эту комнату. Будучи бессмертным ремесленником, Чжан Тэйсиэн слышал о таком. Он просто никогда не ожидал, что такой набор будет применен на нем. Этот набор назывался Оковы сдерживания дракона. Их могли сделать лишь мастера-ремесленники и выше. Даже небесные рыцари не могли сбежать из такого набора. Однако это были лишь инструменты, сдерживающие его внешне. Внутри его тела была другая сдерживающая система, которую Чжан Тэйсиэн обнаружил, как только открыл глаза. В этот момент в его сердце, море Ци и море разума находилось три предмета, которые были намного тоньше волоса. Мало кто знал их название, но Чжан Тэйсиэн был исключением. Это были иглы Кровавой Души. Будучи секретным навыком Храма Кровавой Души, иглы Кровавой Души использовались для запечатывания духовной энергии, физической силы и боевой Ци человека. Всякий раз, когда он захочет использовать свою боевую Ци, духовную энергию или просто использовать много физической силы, эти иглы будут приходить в действие. В критический момент, эти иглы даже могли взорвать его сердце, мозг и море Ци. С оковами сдерживания дракона и иглами Кровавой Души, даже рыцари на уровне Мудреца не смогут ничего сделать. Почувствовав иглы Кровавой Души, Чжан Тэйсиэн сразу же понял, что он попал в руки остатков церкви, достигающей небес. Потому что только они могли владеть этим навыком. Конфликт между мной и остатками церкви, достигающей небес, больше невозможно решить мирно. У этих ублюдков есть мотив и способность сделать это. Однако, как эти ублюдки смогли узнать о любви между старшей ученицей и мной, я начал враждовать с церковью, достигающей небес, лишь после того, как прибыл в страну Тайся. До этого момента я даже ничего не знал о них. Если бы церковь, достигающая небес, умела предсказывать события, то они уже давно разобрались бы со мной. Кроме того, Хан Чжан Фан также не был бы убит мной после раскрытия его настоящей личности. Если старшая ученица Ма действительно забеременела, и у нее произошли физиологические изменения, то первым бы об этом узнал глава Дворца Скрытого Дракона. Если она действительно родила ребенка, то как она смогла обмануть так много людей во Дворце Скрытого Дракона? За эти годы, даже я, великий старейшина Дворца Хуайань, не знал о беременности старшей ученицы Ма. Так откуда церковь, достигающая небес, могла узнать об этом? Только если, только если влияние церкви, достигающей небес, уже давно не проникло во Дворец Хуайань. Подумав об этом, Чжан Те почувствовал холодок по спине. Тем не менее, Чжан Те вскоре почувствовал, что это было маловероятно. В то время Дворец Хуайань, который был небольшим кланом на субконтиненте Вае, был похож на гадкого утенка в глазах больших кланов страны Тайся. Стоил ли Дворец Хуайань того, чтобы церковь, достигающая небес, проникала в него? Пока Чжан Те размышлял об этом, со звуком треска, железная дверь открылась, после чего через нее прошел мрачный мужчина 50 лет, которого Чжан Те видел в здании Дикого озера. Этот мужчина сразу же напомнил Чжан Те об умерших старших ученицах Гуцайде и Юаньцзы. Из-за этого Чжан Те сжал кулаки. Однако затем он ослабил хватку и молча смотрел на приближающегося мужчину. Ты простой смертник, кто твой хозяин? Спокойно спросил Чжан Те. Услышав его слова, выражение лица мужчина слегка изменилось. Глава 1483. Настоящее намерение это не имеет значения. Важно лишь то, что ты умрешь, если не будешь сотрудничать со мной, успокоившись сказал прибывший мужчина. Правда, но я так не думаю, спокойно ответил Чжан Те. Ему было наплевать на угрозу мужчины. В глазах Чжан Те он был в опасности лишь когда действовало покидание души. Ошибка Чжан Те заключалась в том, что он не ожидал, что первый бокал вина, который он выпьет с тремя старшими ученицами, которых он не видел более 10 лет, будет отравлен покиданием души. Более того, он не ожидал, что старшая ученица Ма, с которой у него был Роман, знала, что вино отравлено. Тот, кто стоит за всем этим, знал о Чжан Те и Ма Аюнь все, и даже использовал Гуцайди и Юян Цзэ для поддержания этой ловушки. Даже самый дотошный и проницательный человек не будет бдительным в отношении всех своих родственников и друзей. В противном случае он сойдет с ума еще перед атакой врага. Независимо от того, что происходило, Чжан Те испытывал к своим родственникам и друзьям самые простые и искренние эмоции, потому что именно для этого он становился сильнее. Возможно другие люди постоянно культивировали только для того, чтобы победить и стать непревзойденным. Но Чжан Те считал, что зарабатывание денег и культивирование имеют лишь одну цель – сделать так, чтобы члены его семьи жили лучше. Кроме всего вышеперечисленного, покидание души подействовал так же быстро и яростно, как алхимическая бомба, не давая Чжан Те времени отреагировать. Любой другой яд, который дал бы Чжан Те хоть секунду на ответ, был бы легко детоксифицированным. Тем не менее тот, кто стоит за всем этим, ошибался, думая, что может связать Чжан Те, который и так не мог использовать свою боевую ци, физическую силу и духовную энергию, используя оковы сдерживания дракона и иглы кровавой души. Как только Чжан Те открыл глаза и восстановил свое сознание, он уже вернул инициативу в свои руки. Все потому, что он был Чжан Те – бессмертным Цэнь Цзи. Чжан Те знал, что он был бельмом на глазу демонов. Поскольку его боевая ци еще не восстановилась, а он посмел покинуть Янь Фэй Цзин и прогуливаться в городе Золотого Света, то у него наверняка было на что положиться. Сейчас Чжан Те лишь хотел узнать, кто стоял за всем этим, а также разорвать его на куски, чтобы отомстить за Гу Цайди и Юань Цзи. Этот 50-летний мужчина не понимал, что он уже был ходячим мертвецом в глазах Чжан Те. Но тон и взгляд Чжан Те давали ему очень неприятные ощущения. Поэтому он нанес сильный удар по нижней части живота Чжан Те. Однако Чжан Те даже не нахмурился. Несмотря на то, что Чжан Те не мог управлять своей духовной энергией и боевой ци, приняв столько фруктов железного тела и прорвавшись на уровень Теневого Рыцаря, Чжан Те обладал огромной защитой. Поэтому удары людей, чей уровень был ниже ЛВ-15, не могут представлять для него никакой опасности. Конечно, поскольку иглы кровавой души проникли в кровь и меридианы Чжан Те, то рунное оружие могло навредить телу Чжан Те. В конце концов твердость тела Теневого Рыцаря не могла сравниться со сплавом. Ты что не обедал? Где твоя сила? Затем Чжан Те холодно посмотрел на мужчину средних лет и добавил, такие маленькие фигуры как ты, не годятся для того, чтобы стоять передо мной. Приведи сюда своего хозяина. Пусть он поговорит со мной. Поняв, что он не может причинить вреда Чжан Те, мужчина постепенно успокоился и сказал, мой хозяин придет, когда сам того захочет. Вы потратили столько усилий, чтобы поймать меня, но все же сохранили меня в живых. Вы должно быть хотите что-то от меня. Чего вы хотите? А ты умный, бессмертный Цензи. Лицевые мышцы мужчины средних лет слегка дернулись, после чего он сказал, мы обыскали твое тело. Хозяин сказал, что ты скрываешь еще один предмет. Если ты передашь этот предмет, то ты сможешь выжить. Я смогу выжить? Чжан Те рассмеялся, какая смешная и наивная ложь. Наш хозяин хочет лишь эту штуку, а не твою жизнь. Если он получит ее, то все смертники, принимающие участие в этой операции, совершат самоубийство перед твоими глазами. Вот почему наш хозяин не хочет видеться с тобой. После этого ты сможешь воссоединиться со своей старшей ученицей моей вашим ребенком. Окружить три выхода и оставить один. Это была психологическая тактика для нападения на город. Если город будет окружен в четырех направлениях, то бойцы и простые люди находящиеся внутри приложат все усилия, чтобы вырваться. Однако если оставить один выход открытым, то воля солдат рухнет. Точно это же и делал мужчина средних лет. Они считали, что Чжан Те находился под их полным контролем. Поэтому они оставили ему надежду, чтобы он не боролся изо всех сил и не забрал эту тайну с собой. Однако такой трюк был шуткой в глазах Чжан Те. Чжан Те внутренне усмехнулся и притворился, что задумался. После секундного колебания он сказал. Сначала покажи мне Майюни нашего ребенка. Ни за что. Хозяин сказал, что вы трое не сможете воссоединиться, пока ты не передашь этот предмет. Сказал мужчина средних лет. Говоря с этим мужчиной, Чжан Те уже увидел это место насквозь, используя свои глаза цветка лотоса. Эта подземная горная пещера действительно находилась на берегу моря. И он находился на самом нижнем этаже. Над этой горной пещерой было еще несколько этажей подземных сооружений. А над землей стоял замок, который находился на склоне холма. Над землей Чжан Те не видел ничего, кроме дикой природы в пределах сотни милят замка. Однако увидев этот замок, Чжан Те понял, что он находится неподалеку от побережья провинции Лиачжау, которая была на севере провинции Ючжау. В замке и в подземной пещере находилось более 30 смертников. Этот мужчина средних лет должно быть был главой этих бойцов. Май Аюн была заперта в камере над Чжан Те. Линейное расстояние между Чжан Те и ей составляло менее 100 метров. В этот момент Май Аюн была в полном порядке. Кроме того, что она была немного вялой, Чжан Те не нашел вокруг какого-либо ребенка или подростка. Следовательно, этот ребенок должно быть был спрятан где-то в другом месте. Хорошо, тогда скажи мне, чего вы хотите, пространственное оборудование, серебряный секретный предмет или технику культивирования, подобную сутре огненного дракона? Спокойно спросил Чжан Те. Нет. Мужчина средних лет покачал головой. Нет. Чжан Те был поражен и спросил, тогда чего вы хотите, бессмертный предмет. Чжан Те был шокирован этим термином. Бессмертный предмет? Я что, ослышался или ты шутишь? Это же просто предмет из легенд. Кто вообще видел настоящий бессмертный предмет? Какой он, квадратный или круглый? Чжан Те рассмеялся и продолжил спрашивать, вы что хотите мою печь кровавых жертвоприношений? Нет, мы хотим бессмертный предмет. Хозяин сказал, что у тебя есть бессмертный предмет, который помог тебе шаг за шагом подняться из города Блэкхат. Хозяин хотел, чтобы я сказал тебе, что если ты отдашь этот бессмертный предмет, то это будет точкой. Иначе это будешь лишь началом. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что если ты не отдашь бессмертный предмет, то через несколько дней ты увидишь головы членов твоей семьи и друзей. В этот момент сердце Чжан Те бешено билось, и он казалось не слышал последних слов мужчины, кто знает что у меня есть замок черного железа. Глава 1484 В ожидании виновника если бы Чжан Те не знал о том, что противник также владел навыками храма кровавой души, то услышав эту угрозу, он уже давно раскрыл бы свою козырную карту и сбежал бы. Прочитав память мужчины средних лет, он убил бы его и нашел бы его хозяина. Однако многие навыки храма кровавой души обуздывали друг друга. В храме кровавой души было решение против навыков чтения души, которое часто использовалось на смертниках, которые совершали разные конфиденциальные операции. Если таких смертников поймают и прочитают их воспоминания, то они могли принести катастрофу тому, кто стоит за ними. Поэтому если этот парень не был идиотом, то он наверняка предпринял необходимые меры предосторожности. Если он начнет читать их воспоминания, то секретный навык против чтения души наверняка сработает. И через доли секунды они станут идиотами, а затем их головы взорвутся. Несмотря на то, что сейчас Джанте был невероятно зол, внешне он оставался спокойным. Все потому, что он не был уверен в том, что противник просто блефует. Кроме того, поскольку мужчина средних лет уже упомянул об этом, это означало, что они скорее всего уже предприняли действия в отношении членов его семьи и родственников. Однако эти действия наверняка провалились. Иначе сейчас перед Джанте стояли бы эти пленные. Джанте получил много информации из слов мужчины. Ха-ха-ха, убивайте столько, сколько захотите, но скольких вы сможете убить? Джанте рассмеялся и посмотрел на мужчину, моя семья находится в городе Цзинью и на награжденной земле огненного дракона. После атаки на меня, вы скорее всего сразу же попытались похитить их. Но каким оказался результат? Ты должен знать его лучше меня. На моей стороне так много рыцарей, Янь Фэй Цин, отшельник, поднимающий гору, Бай Сусянь, Лу Джун Мин, Лин Хуань Си и даже старейшины дворца Хуай Ань. Перед такой подавляющей силой, ты действительно думаешь, что ваши трюки и заговоры смогут сработать, когда они будут бдительны? Ха-ха-ха-ха, мы действительно не можем причинить вред членам твоей семьи. Однако у тебя еще есть друзья. Прекрати говорить о друзьях. Если сможете, то вы можете причинять боль даже членам моей семьи. У меня много жен, наложниц и детей. Ничего серьезного не произойдет, если я потеряю нескольких из них. Затем Джанти небрежно усмехнулся, после чего его тон стал ледяным, если один сын умрет, то я могу сделать еще десять. Если одна жена умрет, то я могу жениться еще на сто. Так называемые жены и дети не являются чем-то серьезным для таких сильных рыцарей, как я. В этом мире я дорожу лишь моими родителями и моим старшим братом. Если бы вы могли причинить им вред, то я, возможно, боялся бы вас. Однако можете ли вы сделать это? Поскольку я могу избавиться от жены детей, то чего мне боятся. Что касается друзей, то даже я сам не знаю сколько у меня есть друзей. Многих из них я не видел по крайней мере 70 лет, если учесть время, которое я провел в башне времени. Что касается них, то вы можете убить столько, сколько захотите. Посмотрим, пророню ли я хоть слезинку или нет. Слова Джанти были идеальными. Все потому, что его слова отражали мнение большинства рыцарей. Большая боевая сила и энергичная жизненная сила делали так, что семейные представления многих рыцарей полностью отличались от простых людей. У многих рыцарей были сотни и даже тысячи жен, наложниц и детей. Поэтому почти никакой рыцарь не заботился о своих женах, наложницах и детях. Что касается друзей, то многие люди придерживались мнения, когда человек становится богатым, он меняет своих жен. Когда человек становится достойным, он меняет друзей. Основываясь на текущем социальном статусе Джанти, несмотря на то, что он правда беспокоился о своих друзьях, кто поверит в это, если он лично в этом не признается. Тем не менее, Джанти не перегибал. Он признал важность своих родителей и своего старшего брата, что звучало вполне реально. И что, что он признал это? Эти люди не могли навредить его родителям и старшему брату, поэтому Джанти не боялся, что ему будут угрожать его родителями и старшим братом. Услышав слова Джанти, мужчина слегка нахмурился. Было очевидно, что он не предполагал, что Джанти может так небрежно отнестись к его угрозе. Ты действительно квалифицированный смертник. Однако в моих глазах, ты всего лишь инструмент, сабля человека. Ты не имеешь права обсуждать со мной условия. Я не буду говорить об условиях с инструментом. В моих глазах, все твои слова не имеют смысла. Кроме того, тебе лучше знать, что твоему хозяину лучше сразу отправить влиятельного человека выше уровня рыцаря. Несмотря на то, что он погряз в дилемме, Джанти все равно бросил презрительный и гордый взгляд на этого мужчину средних лет. Вскоре после этого он сел со скрещенными ногами и закрыл глаза, полностью игнорируя мужчину. Мужчина действительно был шокирован поведением Джанти. Посмотрев на Джанти в течение нескольких секунд, он молча покинул комнату. После того, как мужчина вышел, Джанти открыл глаза. Поскольку Джанти не было смысла убивать этих маленьких рыбешек, он хотел выманить сюда рыцаря, через которого Джанти сможет получить информацию о виновнике. Отныне игра полностью перевернулась. Старшая ученица Гу, старшая ученица Юань, верьте в меня. Я, Джанти, клянусь богом, что отомщу за вас. Джанти стиснул зубы, вспомнив трагедию своих старших учениц. Затем Джанти снова закрыл глаза, после чего сладкая вода полной рейки замка черного железа попала в его рот. Проглотив эту сладкую воду, тело Джанти было смазано, а его жизненная сила и энергия начали быстро восстанавливаться. Глава 1485, шокируя провинцию Ючжау с момента исчезновения Джанти прошло более недели. Однако о его местонахождении до сих пор не было никаких известий. В результате чего вся провинция Ючжау стала центром внимания всего мира, в то время как силы со всех сторон собрались в провинции Ючжау, включая скрытые силы. В храме дворца Хуайань в городе охватывающего тигра, Джанти Сюяни, мужчина средних лет с узкими глазами и длинным лицом, сидели лицом к лицу. Этот мужчина средних лет носил высокую корону Сичжи и униформу чиновника первого класса, которая выглядела очень достойно. Когда он слегка щурился, казалось будто он мог видеть сквозь душу человека, заставляя сердца людей дрожать. Даже Джанти Сюяни должен был вести себя серьезно перед этим мужчиной. Джанти Сюяни не спал уже в течение пять дней. В течение этих пять дней, Джанти Сюяни путешествовал по провинции Ючжау и встречался с людьми разных слоев общества, чтобы успокоить их, в результате чего он выглядел очень измождено. Затем в комнату поспешно вошел дьякон, держа в руках три деревянных ящика. Подойдя к Джанти Сюяни, он поклонился, после чего поставил три ящика на стол. После этого он тихо ушел. Гэн Джа, вот материалы о трех ученицах дворца Хуайань, горько сказал Джанти Сюяни. Надеюсь, что с их помощью, Гэн Джа сможет поймать виновника и отомстить за дворец Хуайань. Происходило ли что-то особенное с этими тремя ученицами в последние годы, особенно с этой пропавшей ученицей по имени Ма Аюнь, спросил Гэн Джа, открывая одну из коробок. Я был занят общественными делами и не слишком много знаю об этих трех ученицах. Серьезно сказал Джан Тай Сюяни. Эти ученицы были первой группой членов клана, которые эвакуировались с субконтинента Ваи в страну Тайся. Все эти годы они проживали в провинции Инджау. Они не видели старейшину Мушеня более 10 лет. Я спросил дьяконов клана об их поведении в провинции Инджау за эти годы. И они сказали, что эта троица вела себя вполне обычно. Говорят, что эти три ученицы хорошо ладили со старейшиной Мушенем. Им им, старейшина Мушень познакомился с ними еще когда культивировал на острове скрытого дракона. Они были близкими друзьями, и даже вместе выполняли задания. Говорят, что старейшина Мушень сильно заботился о них, когда был на острове скрытого дракона. Гэн Джа слегка сузил глаза, после чего стуча пальцами по столу спросил. Кто кроме тебя еще знает о том, что старейшина Мушень не полностью восстановился. Эта информация очень важная, поэтому только старейшины дворца Хуайань знают о его нынешнем состоянии. Был ли у этой троицы шанс прикоснуться к лучшему яду, покидании души? Будучи членами дворца Хуайань, они действительно могли купить ранговые яды по внутренним каналам. Однако во дворце Хуайань нет такого редкого яда, не говоря уже о трех ученицах. Джан Тай Сюань покачал головой с горькой улыбкой на лице. Имым, в таком случае я больше не буду беспокоить тебя, сказал Гэн Джа, после чего встал и махнул рукой. Забирая три коробки в свое пространственное оборудование, я отправлю людей для расследования в провинции Инчжоу. Я надеюсь, что дворец Хуайань сможет помочь нам с этим. Конечно, конечно. Дворец Хуайань ценит то, что Гэн Джа потратил столько времени в провинции Ючжоу. Старейшина Мушинь является столпом страны Тайся. Как я мог не прийти на такое большое событие? Кроме того, я действую по приказу Его Величества. Услышав, что старейшина Мушинь столкнулся с таким событием, Кран Принц пришел в ярость. Конечно же, Верховный суд страны Тайся приложит все усилия, чтобы решить это дело. Спасибо. Затем Хуайань провел Гэн Джа наружу. Выйдя на улицу, Гэн Джа взлетел и приземлился на воздушный корабль, который ждал его в небе. Затем Хуайань почтительно провел корабль взглядом, пока тот не скрылся за горизонтом. Хуайань не ожидал, что Гэн Джа, один из девять канцлеров страны Тайся, был отправлен сюда Кран Принцем. Поэтому Хуайань начал немного завидовать весу Чжанте в сердце Кран Принца. Прибыв в провинцию Юджау, Гэн Джа и элитная команда Верховного суда оправдали ожидания публики и нашли важные подсказки из пыли и грязи в здании Дикого озера. Они узнали, что две из трех учениц были убиты, а Чжанте был отравлен покиданием души. Даже Чжан Тайсюань был немного поражен их эффективностью. Однако дальше расследование вряд ли сможет зайти. Несмотря на то, что материалы, которые дворец Хуайань передал Гэну Джа, были настоящими, конечно же Чжан Тайсюань не оставил в них никаких дыр, поскольку он планировал это уже более десять лет. Две ученицы умерли, а великий старейшина дворца Хуайань пропал без вести. Несмотря на то, что они не смогли найти Майань, они не были уверены в том, была ли она жива или нет. Чжан Тайсюань сделал это, чтобы запутать публику. Кроме того, дворец Хуайань также прилагал все усилия для того, чтобы помочь расследованию. Поэтому кто усомнится в том, что это все было задумано Чжан Тайсюаньим, я хочу немного отдохнуть, поэтому пусть меня никто не беспокоит, сказал Чжан Тайсюань, после чего пошел в комнату для культивирования. Закрыв дверь, он махнул рукой и достал множество предметов. Большинство из этих предметов были кольцами дистанционного зондирования. Кроме того, на столе также было два рунных предмета, один бронзовый секретный предмет, пояс драконьей души, два пространственных оборудования с несколькими серебряными секретными предметами и драгоценными лекарствами внутри. Эти предметы были очень ценными, особенно два пространственных оборудования и серебряные секретные предметы внутри них. Чжан Тай Сюань посмотрел на них и поднес к ним свое разноцветное кольцо. Немного потеряв своим кольцом эти предметы, он покачал головой и беспомощно вздохнул. Чжан Тай Сюань уже не в первый раз проверял их. В течение этой недели, Чжан Тай Сюань неоднократно проверял их в разное время суток и в разных условиях. Однако каждый раз он оставался разочарованным. Глава 1486 Чья ловушка сначала Чжан Тай Сюань подумал, что Чжан Те просто не взял с собой этот бессмертный предмет. Тем не менее затем Чжан Тай Сюань постепенно начал колебаться, считая, что если бы он был на месте Чжан Те, то он никогда бы не оставлял бессмертный предмет без присмотра. А после того, как он получил новости о том, что Чжан Те хочет поговорить с ним об условиях, Чжан Тай Сюань стал более уверенным в этом выводе. Чжан Те слишком спокоен и уверен в себе. Почему он так уверен, находясь в такой опасности, и считает, что имеет право обсуждать со мной условия? Возможно, этот бессмертный предмет все еще при нем, и он является его козырем. Он знает, что я не трону его, пока не получу бессмертный предмет, поэтому он так уверен в себе. Посмотрев на эти предметы, Чжан Тай Сюань махнул рукой и спрятал их все в свое пространственное оборудование. Затем сложив руки за спину, он начал осторожно поглаживать свое разноцветное кольцо, ходя по комнате взад-вперед. Чжан Тай Сюань сильно боялся Чжан Те, поэтому он вообще не планировал встречаться с ним. Однако этот мистический бессмертный предмет заставлял его колебаться. Бессмертные предметы обладают невообразимыми и экзотическими способностями. Вероятнее всего, этот предмет все еще у Чжан Те, но кроме моего кольца, ничто другое не может обнаружить его. Тем не менее люди ниже уровня рыцаря не могут использовать это кольцо, поэтому я не могу передать его смертникам. Однако у меня нет полностью надежных подчиненных рыцарей. Старейшин дворца Хуайань можно сразу же исключить. А что касается других, то я не уверен в том, исчезнут ли они сразу после получения этого бессмертного предмета или нет. Какой рыцарь может противостоять очарованию бессмертного предмета? Идти мне или нет? Чжан Те Сюань начал колебаться и обдумывать этот вопрос. Через несколько минут шатания по комнате, он получил сообщение из своего кольца дистанционного зондирования, после чего в его глазах появился мрачный взгляд. После секундного колебания, он сделал глубокий вдох и вышел из комнаты для культивирования. Когда он вышел за пределы храма, в небе над горой охватывающего тигра появился другой воздушный корабль. Поскольку в последнее время вокруг было очень много воздушных кораблей, никто не удивился увидев этот корабль. Когда Чжан Те Сюань вышел из храма, с этого корабля взлетели три человеческие тени. Даже не достигнув Чжан Те Сюаня, громкий голос одного из них сотряс гору. Младший брат Те Сюань, после того как дворец Хуайань столкнулся с таким важным событием и срочно нуждается в помощи, почему ты не сообщил этому старшему брату? Ха-ха-ха, старший брат Хуан, мне так жаль, что тебе пришлось преодолеть такое расстояние. Сказав это, Чжан Те Сюань сложил руки в сторону этого человека. Затем три тени плавно приземлились на землю. Среди этих трех человек, старший брат Хуан был высоким и сильным мужчиной, с серебристыми как снег волосами. Его лицо было красным как вино. Судя по его внешнему виду, он был вспыльчивым человеком. Этот мужчина обладал сильной цитиневого рыцаря. Когда он приземлился и увидел Чжан Те Сюаня, в его глазах вспыхнул странный свет. Заметив этот взгляд, улыбка Чжан Те Сюаня застыла на секунду, после чего он спросил. Старший брат Хуан, они? Ха-ха-ха. Старший брат Хуан рассмеялся и ответил. Они оба мои друзья. Они полны энтузиазма и героизма, поэтому услышав о проблеме бессмертного Цэньцзи, и о том, что я дружу с тобой, они захотели посетить провинцию Ючжау вместе со мной. Они хотят помочь тебе. Младший брат, ты что не рад нам? Если нет, то этот старший брат немедленно уйдет. Услышав слова старшего брата Хуана, двое других рыцарей улыбнулись в сторону Чжан Те Сюаня. Они оба были земными рыцарями с серьезными и холодными выражениями лиц. Ха-ха. Старший брат, хватит шутить. Пожалуйста, проходите. Сказав это, Чжан Те Сюань сделал жест рукой, приглашая их войти. Хорошо, тогда давай поговорим внутри. Затем Чжан Те Сюань сказал дьякону, чтобы их никто не беспокоил. Войдя в гостиную, улыбка старшего брата Хуана исчезла, и он сразу же стал серьезным. Чжан Те Сюань, ты такой дерзкий, телепатически сказал старший брат Хуан, холодно глядя в глаза Чжан Те Сюаня. Сразу после его слов, в комнате стало намного холоднее, чем раньше. Затем Чжан Те Сюань неожиданно вздохнул и спросил, давно ли его величество недоволен мной, я не знал о таком важном событии, пока оно не произошло. Я все это время ждал твоих объяснений, старший брат. После секундного молчания, ледяной взгляд старшего брата Хуана изменился, и он спросил, Что ты имеешь в виду? Старший брат, хватит притворяться. Чжан Те Сюань показал горькую улыбку и спросил, разве Чжан Те не был забран его величеством? И тот рыцарь нанятый бизнес-группой Цзинью, который по словам его величества полностью следовал моим приказам, он совершил нападение на особняк Чжан в городе Цзинью. Я не знал об этом. Это его величество отдал ему такой приказ? Если бы Чжан Те был здесь, то он наверняка подумал бы, что Чжан Те Сюань также пробудил актерскую родословную. Чжан Те Сюань был лучшим актером. Прекрати нести чушь, когда это его величество давал ему такой приказ? Сердито спросил старший брат Хуан. То есть его величество не отдавал Лю Чин Сюню такой приказ? Чжан Те Сюань показал шокированное выражение лица и продолжил, Тогда что случилось с Чжан Те? Разве это не ты? Спросил старший брат Хуан, глядя прямо в глаза Чжан Те Сюаня. Старший брат Хуан, прекрати шутить. Универсальное лекарственное средство и огненная нефть находятся под полным контролем Чжан Те и Чжан Яна. Несмотря на то, что у меня есть глаза и уши в бизнес-группе Цзинью и на награжденной земле огненного дракона, эти люди слишком слабы, чтобы помочь мне в критические моменты. Чжан Те стал героем на поле боя реки Вайшу и стал теневым рыцарем. Я даже слышал, что он подцепил Янь Фой Цин. Поэтому даже если я сделаю что-то с Чжан Те, пока Янь Фой Цин жива, я не буду иметь права голоса в семье Чжан Те и не узнаю секретов производства универсального лекарственного средства и огненной нефти. Янь Фой Цин способна в полной мере стабилизировать ситуацию. Поэтому зачем мне это делать? Это слишком рискованно и не принесет никакой пользы. Неужели я настолько глупый? После возвращения Чжан Те, я понял, что то, что я пообещал, что его величеству становится все более и более трудным, поскольку мое влияние в провинции Юджоу сокращается. Разве это не было сделано его величеством из-за нетерпения? Слова Чжан Те Сюня заставили старшего брата Хуана сильно нахмуриться, после чего его взгляд стал странным. Это точно не ты, это точно не его величество, отдал приказ Лю Чжан Сюню. Чжан Те Сюня и старший брат Хуан спросили почти в унисон. Неужели у Лю Чжан Сюня? Затем Чжан Те Сюня неожиданно встал и спросил, неужели у Лю Чжан Сюня появился новый хозяин? Это сделал кто-то другой? Мы все облажались. Нет, нам нужно немедленно сообщить об этом его величеству. Старший брат Хуан смотрел в глаза Чжан Те Сюня в течение двух минут, после чего встал и сказал. Я доложу его величеству об этом. Однако Чжан Те Сюань, я предупреждаю тебя, тебе лучше не шутить с его величеством. Ты же знаешь, насколько силен его величество. Его величество рано или поздно сможет выяснить личность Лю Чжан Сюня. Я надеюсь на это. Только так я смогу прояснить свою невиновность перед его величеством. Я уже так много лет работал на его величество. Я даже поставил на кон дворец Хуань. Однако все так повернулось. Я хочу объяснений, сказал Чжан Те Сюань. Старший брат Хуан молча посмотрел на Чжан Те Сюяня, после чего вышел из зала. Чжан Те Сюань не провожал их. Вместо этого он остался сидеть в комнате. Чжан Те Сюань уже давно готовился к этой операции, поэтому он приготовился ко всем возможным ситуациям. Тем не менее провал рыцаря Лю был вне его воображения. Ровно как и то, что на теле Чжан Те не был обнаружен никакой бессмертный предмет, что вызвал резкое увеличение риска. Я должен быстро принять решение. Теперь у меня есть только два варианта. Как можно быстрее получить бессмертный предмет или прояснить мою невиновность. Иначе, посидев некоторое время, глаза Чжан Те Сюяня наполнились решительностью. Глава 1487. Ловушки два дня спустя, глубокой ночью над городом охватывающего Тигра дул сильный ветер и лил дождь, из-за чего все потускнело. Будучи прибрежным городом, этот внезапный шторм сделал город охватывающего Тигра довольно тихим и холодным. Из-за тумана, видимость в городе была очень низкой. За городом охватывающего Тигра находился лес. В этом лесу был горный ручей, который затем образовывал водопад. Из-за этой бури, поток воды водопада внезапно увеличился, и грязная вода устремилась в глубокий бассейн под водопадом, после чего сливалась в реку, а затем и в океан. В такую погоду и такой глубокой ночью, в этом месте не было никого. Даже птицы и звери прятались в своих гнездах и берлогах. Однако в этот момент из этого глубокого бассейна тихо вылезла человеческая голова. Голова этого мужчины была полностью сухой, потому что вода была изолирована его боевой ци. Обнажив голову над водой, он оглянулся, после чего вылетел из бассейна. Используя прикрытие шторма, он быстро ринулся в облака, после чего полетел на север. Через 10 минут после того, как этот человек улетел, со вспышкой света в горном ручье появилось еще три человека. Среди них был старший брат Хуан. Другой был земным рыцарем, который носил небесно-голубые боевые доспехи. А третий был теневым рыцарем с экзотическими маленькими косичками и татуировками различных животных на лице и руках, а также с цепочкой из костяных бус. В этот момент на ладони этого теневого рыцаря была разноцветная экзотическая бабочка, которая хлопала двумя парами крыльев, которые меняли свой цвет словно радуга. Антенны этой бабочки указывали в то направление, куда ушел предыдущий рыцарь. Затем они также поднялись в небо, и полетели на север вслед за этим рыцарем. Чжан Тэй Сюань действительно хитер. Если бы его величество не приказал бессмертному Белая Кость помощь нам, то даже я скорее все повелся бы на его ложь, яростно сказал брат Хуан. Когда мы закончим, Чжан Тэй Сюань будет молить меня о смерти. Конечно же бессмертным Белая Кость был этот теневой рыцарь. Услышав слова брата Хуан, он вздохнул и сказал. Его величество уже давно знал, что Чжан Тэй Сюань чрезвычайно амбициозен, и вряд ли будет верен ему. После исчезновения Чжан Тэй, его величество сразу же понял, что это было сделано Чжан Тэй Сюаним. Но жаль, что нам пришлось потратить на эту бабочку, преследующую душу. Конкретно эта бабочка является мутировавшей, вселенской бабочкой, преследующей душу. Она может найти рыцаря, основываясь на ци его чакры в пределах 1-200 миль. Даже у его величества всего 5 таких вселенских бабочек. Его величество получил их по очень высокой цене. Чтобы она окупила себя, такую бабочку нужно применять как минимум на небесных рыцарях. Его величество очень дальновиден. Его величество сказал бессмертному пробудить бабочку, когда мы только встретили Чжан Тэй Сюаня, чтобы бабочка преследующая душу смогла опознать чакру Чжан Тэй Сюаня. В противном случае он бы развел нас. Надеюсь, что мы не впустую потратим эту вселенскую бабочку. Чжан Тэй Сюань всего лишь земной рыцарь. Поскольку его действия настолько странные, у него должно быть есть скрытая цель. На этот раз нам нужно показать ему наши способности. Как может тривиальный земной рыцарь шутить с нами? Это же нелепо. Чжан Тэй не спал сегодня. Услышав шум снаружи, даже не используя глаза цветка лотоса, он знал, что снаружи шел сильный дождь, вызывая бушующие волны. С того момента, как Чжан Тэй пришел в себя, прошло уже три дня. В течение этого периода времени, тот смертник лишь один раз дал Чжан Тэй немного пресной воды и холодной пищи. Из-за этого Чжан Тэй начал сомневаться. Неужели тот, кто стоит за всем этим, не хочет обговорить со мной условия? Это какая-то психологическая тактика, или этот человек пока не хочет меня видеть? Поскольку этот преступник не спешил, Чжан Тэй тоже не спешил. Он просто терпеливо ждал. В данный момент Чжан Тэй сидел со скрещенными ногами, и читал бесконечные и истинные слова с утра Великой Пустыни. А три иглы кровавой души, которые до этого находились в его теле, превратились в три тонких линии на его пальце, и теперь были похожи на кольцо. Для Чжан Тэй, который освоил с утру кровавой души, иглы кровавой души были похожи на шутку. Этот навык может напугать других. Однако Чжан Тэй мог невероятно легко разобраться с ними. Услышав слабый шум над горной пещерой, Чжан Тэй открыл глаза. Активировав свои глаза цветка лотоса, Чжан Тэй обнаружил, что 50-летний смертник вел к нему старшую ученицу ма. Заметив это, Чжан Тэй немедленно прекратил культивирование. Затем он поднял палец, на котором находились три иглы кровавой души, и поднес его себе под нос. Затем после легкого вдыхания, три игры кровавой души, которые были тоньше волоса, переместились в ноздри Чжан Тэй. После того, как Чжан Тэй опустил руку, железные ворота ведущие в его комнату открылись, после чего этот смертник спустился вниз вместе с Ма Аюнь. Когда он снова увидел старшую ученицу ма, Чжан Тэй внутренне вздохнул. Ма Аюнь выглядел очень измученно. Когда она увидела Чжан Тэй, она слегка обрадовалась. Глава 1488 Ожидание старшая ученица, как ты? Спокойно спросил Чжан Тэй. Прости. Зайкаясь, сказала Ма Аюнь, и не смела смотреть Чжан Тэй прямо в глаза. Все хорошо, не бери в голову. Спокойно сказал Чжан Тэй, и вовсе не обвинял Ма Аюнь. Чжан Тэй знал, что Ма Аюнь также была жертвой. Ма Аюнь была настолько слаба, что эти люди могли легко взять ее под контроль. Они сказали, они сказали, что через несколько дней я смогу увидеть нашего ребенка. Глаза Ма Аюнь сияли нетерпением. Смотря на Ма Аюнь, Чжан Тэй наконец подтвердил, что она находилась под контролем чрезвычайно продвинутой духовной техники. Среди всех техник храма кровавой души, лишь семя души могло достичь такого эффекта. С помощью этой техники, человек мог тайно контролировать чувства и сознание других людей. Под воздействием семени души, люди могли даже путать черное с белым. Тот, кто находился под контролем этой техники, даже не мог контролировать свою жизнь и смерть. Эта техника была слишком властной. Самым главным было то, что цель контроля не верила в то, что его действиями и чувствами манипулировали другие люди. Вместо этого цель искренне верила в то, что делала все в соответствии со своими собственными желаниями. Ее одержимость своим ребенком стала Ахиллесовой пятой старшей ученицы Ма, и отличным фундаментом для семени души. Не удивительно, что старшая ученица Ма так мало говорила. Джан Ти осознал, что она находилась под чьим-то контролем, и что ей не давали говорить, чтобы она не раскрыла ненужную информацию. Старшая ученица, поверь мне, все будет хорошо. Джан Ти эмоционально вздохнул, утешая Ма Аюнь. Если ты хочешь, чтобы все было хорошо, тогда выпей это. Молчавший до этого смертник, наконец-то открыл рот и достал бокал вина. Джан Ти сразу же понял, что содержимое в этом бокале, было тем же, что и в здании Дикого озера. Он понял, что это вино было отравлено покиданием души. Затем Джан Ти с усмешкой посмотрел на смертника и спросил. Что? Неужели ты думаешь, что я снова выпью его? Когда я досчитаю до трех, если ты не выпьешь, то я отрублю одну из ее рук. Когда я досчитаю до шести, если ты все еще не выпьешь, я отрублю другую руку. Когда я досчитаю до девяти, если ты до сих пор не выпьешь, я отрублю ее ноги. А когда я досчитаю до пятнадцати, если ты не выпьешь это вино, то я обезглавлю ее, холодно сказал смертник, я начинаю один. Услышав его слова, Джан Ти подумал. Он привел Ма Аюнь, чтобы заставить меня выпить отравленное вино. Если бы не Майюнь, несмотря на то, что они все равно смогли бы заставить меня выпить его, это стоило бы им много времени. Несмотря ни на что, даже если у меня нет боевой силы, я сохраняю свою защиту. Им не так легко открыть мой рот. Это меня не убьет, а просто усыпит. Почему они так спешат сделать это? Вспомнив о сильном дожде снаружи, сердцебиение Джанте участилось. Неужели виновник идет сюда? Или они хотят перевести меня в другое место? Два. Голос смертника наполнился намерением убийства. Затем он одной рукой подал Джанте бокал вина, а другой рукой держал саблю и прижимал ее к плечу Майюнь. Затем Джанте посмотрел на смертника, после чего взял бокал и выпил его. Вскоре после этого Джанте закрыл глаза и замер. Убрав саблю, смертник ущипнул лицо Джанте, чтобы проверить, проглотил ли он вино или нет. Поняв, что все в порядке, он слегка толкнул Джанте, из-за чего последний упал и закрыл назад. Джанте, Майюнь хотела броситься к нему, однако она была остановлена. Не волнуйся, он в порядке. Он просто спит. Разве ты не хочешь увидеть своего ребенка? Смертник успокоил ее. Бросив последний взгляд на Джанте, он увел Майюнь. Только услышав звук закрывания железной двери, Джанте открыл глаза. Несмотря на то, что вино казалось полностью попало в рот Джанте, на самом деле оно было телепортировано в замок Черного Железа. Как Джанте мог попасться на одну и ту же ловушку во второй раз? Хеллер, ты получил посылку? Да, лорд замка. Можешь ли ты полностью отделить покидание души от вина? Как два пальца. А можешь ли ты произвести его в будущем? Дайте мне немного времени, и я смогу сделать даже несколько вариантов. Замечательно. После короткой беседы с Хеллером, Джанте снова закрыл глаза. Учитывая текущую ситуацию, Джанте был уверен в том, что его цель скоро придет к нему. Тем не менее, Джанте все еще было интересно, почему этот человек хотел, чтобы он был в глубокой коме. Разве он придет не для того, чтобы обсудить условия? Возможно, он слишком боится меня и считает, что так он будет в безопасности. Несмотря на то, что глаза Джанте были закрыты, как могли тонкие веки сдержать силу его глаз цветка лотоса. Лежа на холодной земле, Джанте просто спокойно ждал свою цель. Глава 1489. Жестокая правда. Лежа на холодной земле, Джанте, казалось, был в глубокой коме. Однако внутренне он считал время. Через два часа после того, как Джанте выпил покидание души, он увидел, как тот же смертник вышел во двор замка, и молча ждал кого-то. Примерно через 10 минут во дворе приземлилась тень. Затем этот человек что-то показал смертнику, после чего последний поклонился и что-то сказал. Затем он выпрямился и повел этого человека в замок, а затем и в подземную комнату. Вначале Джанте не видел лица этого человека, поскольку он смотрел снизу. Однако когда этот человек начал спускаться к его подземной комнате, Джанте наконец-то разглядел его лицо. Несмотря на то, что он немного изменил свою фигуру, и выглядел немного коротким и толстым, а также носил две маски, Джанте прекрасно все видел. С глазами цветка лотоса, Джанте мог видеть сквозь что угодно. Скелеты лицо под этими двумя масками, а также его глаза указывали на то, что он был Джанте Сюаним. Это Джанте Сюань, глава дворца Хуайань. Джанте Сюань. Джанте сразу же почувствовал себя еще холоднее, чем камень на котором он лежал. Он ожидал виновника, однако к нему пришел глава дворца Хуайань, отец Ланьюнси. Несмотря на то, что Джанте оставался на месте, внутренне он был растерян и начал паниковать. Нет, нет, это должно быть совпадение. Джанте Сюань, возможно, пришел спасти меня. Джанте взревел в своем сердце. Однако как только смертник открыл свой рот, его слова беспощадно разбили последнюю надежду Джанте. В результате чего Джанте снова почувствовал жестокость и отчаяние реальности. Хозяин Джанте находится внизу. Я уже заставил его принять покидание души. Как вы и сказали, как только я привел к нему женщину по фамилии Ма, он выпил вино несмотря на то, что знал, что оно было отравлено. У каждого человека есть свой недостаток. Недостатком Джанте является то, что он слишком обеспокоен членами своей семьи и слишком верит в своих любимых. Джанте Сюань сказал хриплым голосом, который звучал совершенно иначе, чем обычно. Тем не менее, Джанте все равно смог узнать его. Кроме того, при помощи глаз цветка лотоса, Джанте даже видел, как Джанте Сюань контролировал мышцы своих голосовых связок, чтобы изменить свой голос. Затем Джанте Сюань махнул рукой и сказал. Ты свободен, мне нужно провести с ним несколько минут наедине. Хорошо, сэр, ответил смертник, после чего вышел из комнаты и закрыл металлические двери. Затем Джанте Сюань медленно приблизился к Джанте и остановился в трем от него. Затем со странным светом в глазах он начал серьезно осматривать Джанте. Через несколько секунд он сделал глубокий вдох и поднял руку. После этого Джанте увидел, как Джанте Сюань сканирует его тело, используя разноцветное кольцо, излучающее темно-синий свет. Когда этот темно-синий свет коснулся его тела, Джанте сразу же почувствовал, как арочная дверь в его море разума слегка вздрогнула. Вскоре после этого руна скрытия со скоростью молнии подлетела к арочной двери, после чего слилась с последней. Затем арочная дверь стала прозрачной и постепенно исчезла в пустоту. С тех пор как Джанте завладел замком Черного Железа, это был первый раз, когда замок Черного Железа так тщательно прятался в море разума Джанте. До этого момента Джанте даже не знал, что его руна скрытия может работать на арочной двери, ведущей в замок Черного Железа. Маленькое дерево и замок Черного Железа должно быть что-то почувствовали, поэтому они так отреагировали. Джанте Сюянь отсканировал тело Джанте с ног до головы, включая его голени, колени, бедра, промежность, нижнюю часть живота, грудь, руки, плечи, шею и голову, однако в конце концов он ничего не нашел. Однако Джанте Сюянь не остановился, и еще два раза отсканировал тело Джанте. Неужели Джанте действительно спрятал этот бессмертный предмет где-то в другом месте? Джанте, пробормотал Джанте Сюянь, вздохнув, Джанте Сюянь решительно развернулся и покинул комнату. Когда железные двери снова открылись, Джанте услышал, как Джанте Сюянь сказал смертнику. Продолжай следить за ним, я свяжусь с тобой, когда мне будет что-то нужно. Хорошо, сэр. Джанте Сюянь провел здесь менее пять минут. Затем под пристальным взглядом Джанте, он взлетел вверх и влетел в облака, после чего полетел на юг. Затем Джанте открыл глаза и в трансе уставился на серые камни на вершине горной пещеры. Он не знал, что делать. Когда Джанте Сюянь стоял рядом с ним, Джанте испытывал сильную борьбу, и его состояние нельзя было описать словами. Он хотел открыть глаза и разорвать Джанте Сюяня на куски. Однако вместо Джанте Сюяня, в его мозгу появились красивые глаза Ланьюнси. Джанте казалось, что Ланьюнси спокойно смотрела на него со слезами и мольбой в глазах. Джанте никогда раньше так сильно не боролся. Джанте чувствовал, что Бог сыграл с ним очень плохую шутку. Когда Джанте подумал, что это конец, он увидел еще трех человек, которые с грохотом появились во дворе над подземной горной пещерой. Глава 1490. Новые цели со вспышкой ужасающей огненной боевой ЦИ. Первая партия из более чем 10 смертников превратилась в фарш. Затем со звуками клад сабли и мечи этих смертников попадали на землю. Со слабой и презрительной улыбкой на лице, старший брат Хуан поднял руки и сказал, «Даже светлячки смеют бороться за блеск с лунами. Я действительно тронут этими верными собаками Джанте Сюяня». Посмотрев на разноцветную бабочку над своей ладонью, бессмертный белая кость слегка нахмурился. Джанте Сюянь был здесь. Однако он уже ушел. Похоже, что он вернулся в провинцию Ючжау. Что будем делать? Пусть идет. Мы все равно рано или поздно догоним его. Жестоко сказал старший брат Хуан, поскольку Джанте Сюянь так скрытно прибыл сюда. Здесь должно быть что-то важное. Давайте найдем что это. Услышав его слова, двое других кивнули, после чего они все вошли в замок. Затем под руководством этой мутировавшей бабочки, преследующей душу, эти трое нашли тоннель, ведущий в подземное пространство. Затем они легко убивали всех смертников на своем пути. Джанте никогда раньше не видел этих троих. Поскольку они пристально следовали за Джанте и Сюянем, они должно быть были здесь из-за него. Как странно. Однако поскольку Джанте не был уверен были ли эти парни врагами или друзьями, несмотря на то, что он продолжит притворяться, что находится в коме, Джанте не будет делать этого своим настоящим телом. Когда эти трое начали убивать смертников в туннеле, Джанте тоже начал двигаться. Джанте сразу же открыл глаза, после чего сел и указал пальцем на свой лоб. Вскоре после этого из его лба вылетела сфера свет, после чего он активировал навык зеркального разделения. Затем перед Джанте появился еще один Джанте. Вначале новый Джанте был простой тенью, но затем он постепенно превратился в живого Джанте. После битвы над рекой Вайшуй, несмотря на то, что Джанте был тяжело ранен и не мог управлять своей духовной энергией, он накопил в своем теле немного духовной энергии Янь Фэй Цин, под предлогом использования ее духовной энергии для осмотра своих травм. Джанте уже давно активировал навык зеркального разделения мастерского уровня, и мог в любой момент призвать своего клона. В критический момент этот клон мог спасти жизнь Джанте. Лишь поэтому Джанте посмел покинуть секту Железного Дракона, чтобы осмотреть беженцев, а также попрощаться со своими тремя старшими ученицами. Но если бы Джанте вышел прогуляться в сопровождении нескольких охранников, то это дало бы всем понять, что он не полностью восстановился. Все потому, что божественный доминатор не нуждался в чьей-либо помощи. Клон Джанте обладал его сознанием. Смотря за настоящего Джанте, он покачал головой и сказал, «Какая жалость». Сказав это, клон пристально посмотрел на оковы сдерживания дракона, после чего дотронулся до них и нарисовал странную руну. Когда эта руна покрыла оковы, клон активировал свою способность божественного доминатора. Затем оковы сдерживания дракона были легко открыты. Встав на ноги, Джанте снял свою одежду и передал ее клону. Одевшись, его клон надел оковы сдерживания дракона и лег на землю, после чего притворился, что находится в коме, в то время как настоящее тело Джанте вернулось в замок Черного Железа. Весь этот процесс занял всего несколько секунд. Примерно через 30 секунд после того, как Джанте закончил все это, железные двери снова были открыты. Это как обычно был смертник 50 лет, однако в этот раз у него было бледное лицо. Открыв железные двери, он не спустил вниз. Вместо этого он быстро спрыгнул и подбежал к Джанте. Вскоре после этого он поднял Джанте с земли и расположил его перед собой. Затем он махнул рукой, после чего в ней появилась алхимическая бомба размером с ананас. Затем он поднес бомбу к Джанте и взревел в сторону железных дверей. Если кто-нибудь из вас посмеет сделать резкое движение, я сразу же нажму на спусковой механизм. Если я разожму руку, то бомба также взорвется. Я умру вместе с ним. Увидев Джанте, два теневых рыцаря расширили глаза. Бессмертный Центзи. Джанте. Затем два теневых рыцаря обменялись шокированными взглядами друг с другом. Ни один из них не ожидал увидеть здесь Джанте. При виде оков сдерживания дракона, они сразу же поняли, что произошло. Затем они обменялись взглядами друг с другом, после чего начали медленно спускаться по лестнице. Уходите отсюда, уходите. Безумно взревел смертник, после чего его глаза налились кровью. Если кто-нибудь из вас посмеет коснуться пола, то я умру вместе с Джанте. Затем два теневых рыцаря остановились на последней ступеньке. Не нужно быть таким радикальным. Спокойно сказал теневой рыцарь по фамилии Хуан. Пока этот теневой рыцарь по фамилии Хуан говорил, из рукава бессмертного белая кость выскочил полупрозрачный паук размером с ноготь, после чего со скоростью молнии ринулся в тень. Заткнись. Уходите отсюда, продолжал реветь смертник. Убери бомбу. Мы заплатим тебе в десять раз больше, чем Джанте Сюань. Глава 1491. Шокирующие новости. Если я досчитаю до трех и вы все еще будете здесь, то я взорву бомбу. Взревел смертник. В этот момент полупрозрачный паук уже быстро и бесшумно оказался над головой смертника. Два теневых рыцаря просто спокойно смотрели на него. Ты всего лишь боец. Твоя борьба бессмысленна. Теневой рыцарь по фамилии Хуан вздохнул. Бессмертный Цэньцзи известен своими техниками. Как он может пострадать от тебя и такой крошечной алхимической бомбы? В данный момент Джанте отравлен покиданием души. У него нет никакой возможности дать отпор. Яростно сказал смертник, после чего начал считать раз. Однако прежде чем он сказал два, полупрозрачный паук упал на его шею и со скоростью молнией укусил его. В следующее мгновение смертник замер, после чего его лицо покрыл слой линия. Даже его зрачки стали белыми. Затем два теневых рыцаря наконец-то наступили на пол и подошли к смертнику. Затем теневой рыцарь по фамилии Хуан забрал из рук бойца алхимическую бомбу. Выключив активатор, они начали осматривать Джанте. Это Джанте. И мы у бессмертного Цэньцзи молодое лицо, поэтому это наверняка Джанте, бессмертный Цэньцзи. Ха-ха-ха-ха, я не думал, что мы сможем найти здесь Джанте. Какая легкая работа. Теневой рыцарь по фамилии Хуан громко рассмеялся. Джанте Сюань. А Джанте Сюань, несмотря на то, что ты умный, ты думал, что сможешь загробастать все себе? Ты просто приготовил его для его величества. Ты действительно сэкономил нам кучу времени. Бессмертный белая кость также рассмеялся. Верно. Если бы Джанте Сюань не был таким жадным, то мы бы не смогли так просто поймать Джанте. Если мы захватим Джанте, мы легко получим рецепты огненной нефти и универсального лекарственного средства. После чего огненная нефть и универсальное лекарственное средство по всему миру будут находиться под контролем его величества. Таким образом, его величество рано или поздно взойдет на трон. Жаль, что из-за приказов Джанте Сюаня, Лю Чин Сюн попытался похитить родителей Джанте и был убит земным рыцарем по имени Джангуй, которого Джанте спрятал в городе Цзинью. Известный как Бессмертный Цзиньцзе, у Джанте есть множество разных техник, таких как тело хаотичного сокровища, ментальная сутра тысяч шаров, сутра огненного дракона и техника культивирования божественного доминатора. Все они являются высшими сокровищами. Но если они были с Джанте, то Джанте Сюань уже присвоил их себе. Нам нужно просто заставить его отдать их нам. Такие предметы могут принести земному рыцарю лишь проблемы. Если он этого не сделает, то мы снесем дворец Хуайуань и убьем всех членов клана Джан. Неужели дворец Хуайуань сложнее, чем секта Великой Пустыни или Храм Кровавой Души? Усмехнулся Бессмертный Белая Кость. Ха-ха, ты прав. Джанте связан оковами сдерживания дракона, поэтому ключ должен находиться у этого смертника. Он может быть спрятан в его пространственном оборудовании. Ха-ха, сейчас проверю. Когда эти два теневых рыцаря увидели Джанте, они оба обрадовались. Однако они даже и не предполагали, что все их слова были услышаны Джанте. Эти два теневых рыцаря знали силу покидания души, однако нынешнее состояние Джанте сбивало их с толку, поэтому они вообще не были бдительными. Услышав их разговор, Джанте был поражен. Его величество, о котором они говорили, должно быть был братом кран-принца Чиньяня. Иначе они бы не сказали, его величество рано или поздно взойдет на трон. Кроме того, сила этого его величества, возможно, была тесно связана с уничтожением секты Великой Пустыни и Храма Кровавой Души. Его сила смогла уничтожить даже такие силы, как секта Великой Пустыни и Храм Кровавой Души. Какая огромная сила! Уничтожение секты Великой Пустыни все еще оставалось загадкой, в то время как Храм Кровавой Души был уничтожен основными сектами и императорской семьей страны Тайся. Неужели за этим всем кто-то стоял? Особенно ужасало уничтожение Храма Кровавой Души. Последствия этого события до сих пор влияли на общую ситуацию страны Тайся. Если это было кем-то намеренно спланировано, то это было бы ужасно. Чжан Ти впервые понял, что он уже давно был мишенью этого его величества. И универсальное лекарственное средство, и огненная нефть вызывали зависть окружающих. Этот его величество уже перекупил Чжан Тайсюаня, и расположил около Чжан Яна рыцаря Лю, только для того чтобы получить универсальное лекарственное средство и огненную нефть Чжан Ти. Если бы не Чжан Гуй, то Чжан Ти не мог даже представить себе последствия. Несмотря на то, что Чжан Тайсюань был куплен этим его величеством, между ними не было полного доверия. Вот почему Чжан Тайсюань сделал это. Однако из-за этого Чжан Тайсюань и весь дворец Хуайань попали в большой кризис. Услышав, как они так спокойно говорят о том, чтобы убить всех во дворце Хуайань, Чжан Ти наполнился намерением убийства. Вскоре два теневых рыцаря обнаружили место, где смертник спрятал свое пространственное оборудование. Затем бессмертный белая кость вытянул руку, после чего снял кожу с руки бойца. Вскоре после этого он разорвал его запястье, и достал наношарик размером с сою. Получив наношарик, бессмертный белая кость вытер кровь об одежду бойца и сказал, несмотря на то, что этот наношарик самого низкого класса, и в нем очень мало места, Чжан Тайсюань действительно потратил много денег, чтобы дать его своему смертнику. Ха-ха-ха, если бы я был на его месте, я бы тоже так сделал. Это очень выгодно. Затем они посмотрели в наношарик, и увидели странный металлический ключ размером с ладонь, который был покрыт рунами. Глава 1492. Сдохни взяв ключ, покрытый рунами, бессмертный белая кость вставил его в замочную скважину оков сдерживания дракона. Повернув ключ, замок легко открылся. Как только оковы были открыты, Чжан Ти открыл глаза. Когда Чжан Ти посмотрел в лицо бессмертному белая кость, последний сразу же почувствовал, что на него как будто вылили ведро ледяной воды. Будучи теневым рыцарем, бессмертный белая кость отреагировал очень быстро, и сразу же выпустил свою защитную боевую ци. Тем не менее, Чжан Ти отреагировал еще быстрее, и сразу же ударил его молотом Тора, который весил 6800 кг. Затем он почти мгновенно ударил другого теневого рыцаря. Кинетический удар молота Тора создал дрожащий звук, который был похож на взрыв алхимической бомбы. Встретившись с такой огромной силой, бессмертный белая кость и другой теневой рыцарь по фамилии Хуан немедленно отлетели назад. После разрушения скалы толщиной 70-80 им, они вылетели из подземной пещеры. Всего лишь от одного удара, два теневых рыцаря чуть не погибли. Осознав, что Чжан Ти все еще обладал огромной боевой силой, два теневых рыцаря, которые только что говорили о снесении дворца Хуайань, мгновенно наполнились страхом. Выпустив пронзительные вопли, они приложили все свои усилия, чтобы сбежать на юг и север. В битве над рекой Вэйшуй, Чжан Ти убивал теневых рыцарей как собак и свиней, а также убил демона на уровне небесного рыцаря всего лишь 9 ударами. Его репутация наполнила их ужасом. Они понимали, что они были мусором перед божественным доминатором. Если бы они не были в узком пространстве, из-за чего Чжан Ти мог использовать лишь 20-30% всей силы молота Тора, то эти двое уже давно были бы убиты. Эта подземная горная пещера и комната, в которой находился Чжан Ти, были на краю утеса. Поэтому после того, как утес был пробит, сильный ветер и шторм ворвались внутрь. Затем клон Чжан Ти сразу уже погнался за ними. Вскоре после этого в горной пещере появился настоящий Чжан Ти. Посмотрев наружу, он махнул рукой, после чего в горной пещере появился Акхэм. Стоя в золотой маске, Акхэм выглядел немного пугающе. В западном направлении находится земной рыцарь. Догони и принеси мне его голову. Чжан Ти спокойно сказал Акхэму. Хорошо, мой господин, священник священного света империи священного света низко поклонился в сторону Чжан Ти, после чего исчез из горной пещеры. Затем в небе появилась огромная волна боевой Ци, после чего в облаках образовалась огромная дыра. Это был результат того, что клон Чжан Ти догнал одного из теневых рыцарей и атаковал его. Сразу после того, как Чжан Ти начал свою атаку, земной рыцарь, который обыскивал эту базу, был потрясен жалкими воплями бессмертного белой окости рыцаря по фамилии Хуан. Поэтому он сразу же выбежал из замка и убежал в другом направлении. У этого земного рыцаря также была быстрая реакция. Он понимал, что если он войдет в подземное пространство, то это будет равносильно самоубийству, поскольку противник смог ранить даже двух теневых рыцарей. Поэтому он немедленно решил убежать. Всего через несколько секунд после того, как Чжан Ти решил нанести удар, эта секретная база была полностью разрушена. Сильный ветер, дующий из отверстия в скале, развивал одежду Чжан Ти. Сильный ветер и дождь также падали на лицо Чжан Ти, в результате чего половина его лица и одежда мгновенно промокли. Тем не менее Чжан Ти, казалось, не замечал этого. В этот момент Чжан Ти использовал свою способность многозадачности. Он контролировал себя, а также своего клона. В этот момент клон Чжан Ти уже уничтожил теневого рыцаря по фамилии Хуан. А парень которого звали Бессмертный Белая Кость, уже был в десятках милях отсюда. Почувствовав волну боевойцы, вызванную кинетическим ударом, он был так напуган, что прямо нырнул в океан, пытаясь избавиться от Чжан Ти. Но по факту, это была глупая затея, потому что Чжан Ти был повелителем океана. Бросив всего один взгляд на бушующий океан, Чжан Ти забил на него и подошел к замерзшему бойцу. Этот боец все еще был жив. Чжан Ти знал название паука, укусившего его. Это был редкий вид с южной границы страны Тайся под названием «Замороженная душа». Бессмертный Белая Кость не полностью овладел его силой. Потому что когда такой паук созревал, он становится ужасающим убийцей, которого боятся даже рыцари черного железа. После созревания он станет больше по размеру, и получит способность менять свой цвет. Кроме того, у него также появится удивительная способность к прыжкам, а его два клыка получат способность пробивать даже защитную боевую ЦИ. Конечно же в сутре Великой Пустыни был записан метод взращивания таких пауков. После укуса паука, этот смертник был заморожен. Однако он все еще чувствовал боль. Его сломанная рука все еще истекала кровью, которая излучала слабую холодную ЦИ когда касалась земли. Затем Чжан Ти подошел к нему, после чего бросив на него холодный взгляд, он ударил его в голову. Убив смертника, Чжан Ти спокойно поднялся наверх. Глава 1493 Одинокий как океан подземный проход и горная пещера были покрыты кровью и оторванными конечностями. Когда сюда вошли три рыцаря, они убили почти всех смертников Чжан Ти Сюаня. Немного осмотревшись, Чжан Ти направился к камере где находилась Ма Аюнь. Несмотря на то что Чжан Ти не мог использовать ни свою боевую ЦИ, ни свои способности божественного доминатора, его физическая сила все равно была шокирующей. Поскольку камера была заперта, Чжан Ти не хотел искать ключ. Вместо этого он просто раздвинул прутья из твердого сплава, создавая в них большую дыру. В этот момент Ма Аюнь лежала без сознания на полу. Чжан Ти быстро проверил ее состояние и обнаружил, что она была в безопасности. Затем Чжан Ти помог ей сесть и телепортировал в ее живот немного бессмертной родниковой воды. Затем он также телепортировал два флакона универсального лекарственного средства. После того как лицо Ма Аюнь стало выглядеть чуть лучше, Чжан Ти вынес ее из камеры и направился вверх. Когда Чжан Ти вытащил Ма Аюнь во двор замка, около него со вспышкой света приземлился человек с окровавленной головой в руках. Опустившись на одно колено, Ак Хэм поднял голову и сказал, «Хозяин, я выполнил ваш приказ». После многих лет пыток Чжан Ти и промывания мозгов Хеллера, Ак Хэм уже давно стал верным слугой Чжан Ти, прямо как Чжан Гуй. Посмотрев на эту голову, Чжан Ти кивнул. Затем он использовал свою духовную энергию, после чего из замка черного железа вылетело пространственное оборудование и подлетело к Ак Хэму. «Это твое пространственное оборудование. Все твои вещи находятся внутри. Кроме того, я добавил еще несколько вещей, которые могут пригодиться тебе. Возвращайся на западный континент. Вернувшись в империю священного света, продолжай быть священником священного света. Можешь делать что хочешь. Я свяжусь с тобой, когда ты мне понадобишься». Наконец-то Чжан Ти решил использовать пешку Ак Хэм. Кроме самого Ак Хэма, никто больше в этом мире не знал о том, что он пережил, поэтому если он скажет, что был тяжело ранен в пустыне льда и снега и все это время где-то залечивал свои раны, то никто не усомнится в этом. Все потому, что когда Чжан Ти видел посланника Папы Империи Священного Света, он сказал ему, что Ак Хэм сбежал после получения тяжелых травм. Кроме того, все эти годы Чжан Ти всегда был один, будь то в провинции Юджау, на холме Сюань-юань или на реке Вайшуй. Поэтому никто не подумает, что Ак Хэм всегда был около Чжан Ти и находился под его контролем. Отправив Ак Хэма обратно в Империю Священного Света, он будет намного ценнее, чем если его держать в замке Черного Железа. В будущем Ак Хэм сможет многое сделать для Чжан Ти. У Чжан Ти уже был план по этому поводу, но он не хотел пока говорить об этом с Ак Хэмом. «Хозяин, что еще я могу сделать для вас?» – спросил Ак Хэм. Чжан Ти молчал и лишь слегка махнул рукой. Поняв, что у Чжан Ти было плохое настроение, Ак Хэм больше ничего не говорил. Поэтому во время следующей вспышки молнии Ак Хэм уже исчез. Как только Ак Хэм ушел, клон Чжан Ти приземлился во двор, держа в руках бессмертного белая кость, будто держал мертвую собаку. Бессмертный белая кость, который только что выглядел очень властным, уже давно потерял сознание. С некоторыми водорослями на голове он выглядел как побитая собака. До этого этот парень использовал навык управления животными, чтобы его прикрыли морские организмы. Поняв, что этот парень использовал навык управления животными, который был похож на навык секты Великой Пустыни, клон Чжан Ти оставил его в живых и лишь оглушил его. Сегодня у этого парня действительно был неудачный день. Сначала он хотел побороться с клоном Чжан Ти в плавании. Затем он хотел убежать, используя навыки управления животными. Возможно он считал, что обладает великими способностями. Однако в глазах Чжан Ти эти способности были лишь немного лучше, чем у акробатов на улицах. Затем клон Чжан Ти телепортировал бессмертного белая кость в замок Черного Железа, а вместе с ним и два пространственных оборудования и металлическую тыкву. Все эти предметы принадлежали двум теневым рыцарям. В металлической тыкве хранилась тамутировавшая бабочка, преследующая душу. Сделав это, клон Чжан Ти подошел к Чжан Ти и взял Маэйн. После этого он дотронулся к ее лбу и начал ослаблять эффект семени души. Этот процесс был очень энергозатратным, и поскольку настоящее тело Чжан Ти было ограничено в духовной энергии, ему было практически невозможно сделать это сейчас. Поэтому ему пришлось дождаться возвращения клона. Отдав Маэйн клону, Чжан Ти вышел из внутреннего двора и подошел к краю обрыва обращенного к океану. Молнии сверкали, громы гремели, ветер дул, а волны бушевали. Капли дождя, смешанные с холодным ветром, сильно били по телу Чжан Ти, из-за чего он промок в мгновение ока. Стоя на краю обрыва, Чжан Ти просто смотрел на бушующие волны. Затем Чжан Ти внезапно вспомнил короткое стихотворение, которое он где-то прочитал. Когда вы помните что-то, вы должны забыть это что-то. Когда вы сильно скучаете за чем-то, вы должны отказаться от этого чего-то. Когда волны достигают пика, вы можете лишь сказать «до свидания», оставляя лишь одиночество. Прочитав это короткое стихотворение, Чжан Ти внезапно рассмеялся. В то же время его слезы смешались с каплями дождя и потекли по лицу. Затем Чжан Ти поднял голову. Смотря в ночное небо, Чжан Ти поднял руки и зарычал. «Почему, скажи мне почему». Тем не менее в ответ он получил лишь гром. Затем в небе появилось черное пятно, которое быстро устремилось к Чжан Ти сквозь сильный дождь и ветер. Это был громовой ястреб Чжан Ти. Приблизившись к краю обрыва, громовой ястреб начал щебетать и парить вокруг Чжан Ти. В этот момент лишь громовой ястреб понимал Чжан Ти. Он чувствовал его всепоглощающую ярость и бесконечной горе. После того, как перед ним умерли его две старшие ученицы, а также после появления Чжан Ти Сюаня, Чжан Ти принял решение. Что за фарс? Фарс придуманный какими-то клоунами из-за жадности и амбиций. Стоя на краю обрыва, Чжан Ти молчал словно каменная скульптура. Глава 1494. Возвращение в секту Железного Дракона. Услышав длинный вопль над павильоном главы, два ученика секты Железного Дракона, которые выглядели грустными и подавленными, были потрясены, увидев в приземлении громового ястреба, величественного и красивого тотема секты Железного Дракона. Гал глава. Заикаясь, сказали ученики. Одни из них даже протер глаза, думая, что с его глазами что-то не так. В последнее время, вся секта Железного Дракона была в печали из-за множества сплетен о пропавшем Чжан Ти, как например то, что Чжан Ти был убит, или что он попал в руки демонов и т.д. В результате чего все члены секты Железного Дракона, начиная от старейшин и заканчивая учениками, сильно переживали за Чжан Ти. Когда Чжан Ти был рядом, всем казалось, что Чжан Ти вообще не влиял на секту. Однако только после исчезновения Чжан Ти, они внезапно осознали, что Чжан Ти был столпом секты Железного Дракона. Без Чжан Ти, секта Железного Дракона больше не будет существовать. Доложите всем старейшинам секты Железного Дракона о том, что я вернулся, и скажите им, чтобы они вскоре прибыли во дворец, спокойно сказал Чжан Ти. Услышав его слова, двое учеников сразу же успокоились и побежали выполнять его приказы. Глава вернулся, глава вернулся, кричали двое учеников. «Аюнь, как ты себя чувствуешь?» Чжан Ти нежно спросил Ма Аюнь. Ма Аюнь уже полностью восстановилась, как физически, так и духовно. Однако ее лицо все еще выглядело немного бледным. Она до сих пор ни разу не улыбнулась, даже вернувшись в секту Железного Дракона. «Ах, я-я в порядке. Тебе нужен хороший отдых». «Ты пока отдыхай, а я со всем разберусь». Чжан Ти серьезно посмотрел в глаза Ма Аюнь, после чего ущипнул ее за руку. Отправив Ма Аюнь отдыхать в павильон, Чжан Ти отправился во дворец. Пока он общался с Ма Аюнь, на вершине Тин Сюань девять раз прозвенел колокол. Вся секта была поражена этим событием. Кто звонит в главный колокол вершины Тин Сюань? В соответствии с правилами секты, вас нужно строго наказать. После этого яростного упрека, на вершину Тин Сюань прилетела тень. Сказав это, Лин Хуаньси заметила Чжан Ти, который стоял за пределами дворца. В этот момент Чжан Ти смотрел прямо на нее. Если бы она не была рыцарем, то Лин Хуаньси, возможно, упала бы из-за сильного шока. Лин Хуаньси не верила в то, что Чжан Ти вернулся. Тем не менее это был настоящий Чжан Ти, чей взгляд и характер не могли быть повторены другими людьми. Даже если теневой демон сможет внешне превратиться в Чжан Ти, он никогда не сможет подражать его характеру. Гэл Глава ты вернулся. Лин Хуаньси была шокирована прямо как и обычные ученики секты Железного Дракона. Имым, я вернулся. Ты что одна охраняешь секту Железного Дракона? Спасибо за это. А где остальные? Лин Хуаньси попыталась восстановить свое самообладание, и ответила. Поскольку глава пропал, отшельник, поднимающий гору, и Чжун Мин ищут тебя. А младшая ученица Сусянь сопровождает твоих родителей во дворе у подножия горы. Мои родители у подножия горы? Как они? Чжан Ти вздохнул с облегчением, услышав, что его родители были прямо у подножия горы. Они в порядке. В ночь, когда ты исчез, город Зинью был немного хаотичен. Позже Хаас успокоился, но твой старший брат перевез всю семью на награжденную землю огненного дракона и поселил их у подножия горы. Сказала Лин Хуаньси. Чжан Ти кивнул. Я потерял свои кольца дистанционного зондирования и не могу связаться с другими старейшинами. Скажи им, что я вернулся в целости и сохранности. Я расскажу, что со мной случилось, когда вы все соберетесь. Имым. Лин Хуаньси кивнула и присмотрелась к Чжан Ти. Увидев Чжан Ти, она поняла, что Чжан Ти немного отличается от прошлого. Однако она не могла сказать, что именно в нем изменилось. Казалось, что всего за несколько дней, глаза Чжан Ти и его цистали гораздо глубже. Раньше она не чувствовала никакого давления, когда Чжан Ти спокойно смотрел на нее. Вместо этого она чувствовала солнце и тепло из глаз Чжан Ти. Но сейчас, глядя в черные зрачки Чжан Ти, она невольно чувствовала небольшое давление, несмотря на то, что Чжан Ти выглядел спокойным. Лин Хуаньси не знала, что с ним произошло, однако это что-то сильно его изменило. Вскоре после того, как Чжан Ти поговорил с Лин Хуаньси, около него появилась белая тень. Муженек. Увидев Чжан Ти, Бай Сусянь сразу же бросилась в его объятия, словно ласточка, вернувшаяся в гнездо. Она крепко обняла Чжан Ти и расплакалась. Только когда Бай Сусянь выплакалась, подняла свои мокрые глаза и хотела что-то сказать, Чжан Ти похлопал ее по спине и взял за руку. Все в порядке, со мне все хорошо. Я расскажу тебе, что со мной случилось, когда соберутся все старейшины. Давай сначала спустимся вниз и увидим моих родителей. Они должно быть беспокоятся обо мне. Бай Сусянь кивнула, вытерла слезы и полетела вниз держать Чжан Ти за руку. Несмотря на то, что Чжан Ти потерял способность летать как рыцарь, он все еще мог управлять ветром при помощи своей родословной лицзы, катания на ветру. Глава 1495. Воссоединение Бай Сусянь и Чжан Ти потратили всего несколько секунд, чтобы добраться до места назначения. Колокольный звон также достиг двора и потряс всех. Почти все люди вышли на улицу, включая родителей, жены детей Чжан Ти, а также семью Чжан Яна. Все они разными взглядами смотрели на вершину Тин Сюань. Может кто-то по ошибке ударил в колокол? Так подумала не только Лин Хуань Си, но и все, кто слышал звон колокола, обозначавший возвращение главы. Только когда они увидели Бай Сусянь и Чжан Ти, они пришли в себя. Папа. Папа. Как только Чжан Ти приземлился, его дети бросились вперед и окружили его. Увидев его, жены Чжан Ти расплакались. Затем Чжан Ти коснулся голов своих детей, после чего подошел к своим родителям. Чжан Ти обнаружил, что всего за несколько дней у его родителей появилось намного больше седых волос, что должно быть было вызвано чрезмерным беспокойством. Несмотря на то, что на их глаза были слезы, его родители все же смотрели на него с улыбками. Увидев морщины на их лицах, сердцебиение Чжан Ти внезапно участилось, после чего он опустился на колени и сказал. Папа, мама, простите меня за то, что заставил вас беспокоиться обо мне. Вставай, вставай. Мы рады, что ты вернулся. Все хорошо, пока мы вместе. Папа Чжан Ти поспешно помог Чжан Ти встать, и добавил. Мы с твоей мамой поняли, что мы можем отказаться от чего угодно, пока мы вместе, будь то бизнес-группа, тзинью или любое богатство. Твоя мама даже сожгла несколько благовоний в храме ради тебя. Она пообещала, что если ты вернешься, она не будет есть мясо, и будет делать больше добрых дел. Папа, не волнуйся. Такого больше никогда не повторится. Наша семья будет жить все лучше и лучше. Спокойно и решительно сказал Чжан Ти, после чего посмотрел на своего отца и остальных. Пробыв с семьей три часа и успокоив своих родителей, Чжан Ти потратил полчаса на беседу с Чжан Яном о том, что он испытал за последнюю неделю. Тот факт, что Чжан Ти пропал без вести, слишком сильно потряс весь мир. Однако на бизнесе семьи Чжан это никак не отразилось. Кроме того, никакой идиот не посмел ограбить семью Чжан. В такой критический момент, ценности силы межличностных отношений Чжан Ти стали явными. Особняк лорда Гуанна не секта небесной удачи отправили небесных рыцарей, чтобы те защитили семью Чжан, а также стабилизировали общую ситуацию провинции Юджоу и награжденной землей огненного дракона. Кроме того, кран-принц отправил в провинции Юджоу главного судью на расследование этого дела. Военные страны Тайса также были поражены. За Цумин Йе, если честно, я забыл как его зовут. Но в Анлите явно ошиблись. Вроде бы его звали так, находившийся на берегу реки Вайшуй, и сдал приказ о том, чтобы все провинциальные армии северо-восточного военного округа вошли в чрезвычайное положение. Кроме того, во многих местах был введен комендантский час. Все военные были мобилизованы для поиска и поимки подозреваемых. Поскольку подозреваемыми были остатки церкви достигающей небес и демоны, то это было вполне нормально, что в дело вступили военные страны Тайса. Кроме того, все большие кланы, которые сотрудничали с награжденной землей огненного дракона, а также деловые партнеры бизнес-группы Цзинью по всей стране, также приняли меры. Все они выразили свое почтение семье Джанте, будь то искренне или нет. Кроме того, они также предложили большие награды за поимку виновников. Любой, кто сможет дать какую-либо подсказку, получит сотни миллионов золотых монет. Из-за этой шокирующей суммы, все высокоуровневые охотники за головами страны Тайса собрались в провинции Юджоу. Кроме того, даже многие паладины и эксперты больших кланов по всей стране начали искать Джанте. По словам Джан Яна, факт исчезновения Джанте потряс весь мир и продемонстрировал влияние семьи Джан. Теперь семья Джан полностью отличалась от того, чем была в прошлом. Однако Джан Ян показал след страха, когда говорил о мистере Лю, которого он нанял, чтобы тот защищал семью Джан. Мистер Лю следовал за мной множество лет. Он был очень прилежным и послушным. Я даже не мог подумать о том, что он предаст меня в критический момент. К счастью, ты оставил дома Джангуя, иначе я не знаю, как бы я встретился с тобой, если бы с родителями что-то случилось. Старший брат, ты должен ценить то, что мистер Лю не тронул тебя. Когда ты еще верил ему, если бы он внезапно нанес тебе удар, то ты бы уже давно умер. Джанте вздохнул, как бы я объяснил это нашим родителям и моим старшим невесткам. Джан Ян пришел в бешенство и раздавил дорогую сине-белую фарфоровую чашку. Это еще не конец. Независимо от того, кто стоит за мистером Лю, мы должны отомстить. Зачем нам столько денег? Этот отец не рыцарь, однако у этого отца есть деньги. Я могу позволить себе почти все, включая города, землю, кристаллы элементов, красоток, техники культивирования, престолы и страны. Я не верю, что с их помощью я не смогу отомстить. Старший брат, я разберусь с этим. Я уже знаю, кто за ним стоит, сказал Джанте. Ах, ты знаешь, кто за ним стоит? Удивленно спросил Джан Ян. Джан Ти кивнул. Джан Ян посмотрел на Джан Ти. Однако увидев, что Джан Ти молчал, он сразу же понял, что Джан Ти не хочет упоминать о виновнике. Поэтому он больше не спрашивал. Будучи братьями, они могли говорить друг другу что угодно. Джан Ян знал, что молчание Джан Ти не означает недоверие, а то, что Джан Ти не хотел, чтобы он участвовал в этом деле. Джан Ян также почувствовал перемену Джан Ти. Помимо того, что он выглядел более глубоким, Джан Ти также что-то скрывал. Глава 1496. Меры, как сказали наши родители, мы получили все это из ничего. Мы все еще молоды, и можем сделать еще одну попытку. Пока мы живы, я не буду колебаться, даже если нам придется отбросить все наши дела. Поэтому Ти Цзы, если что-то не так, то дай мне знать. Этот старший брат не рыцарь, однако я никогда не откажусь отправиться на поле боя. Я поддержу тебя несмотря ни на что. Поскольку мы прошли весь путь из города Блекхат, и испытали так много трудностей, мы ничего не боимся. Джан Ян похлопал Джан Ти по плечу. Услышав слова своего старшего брата, Джан Ти кивнул с улыбкой на лице. Старший брат, не волнуйся. Если мне понадобится твоя помощь, я дам тебе знать. Отныне мы больше не должны нанимать посторонних, особенно рыцарей, чье происхождение является неизвестным. Однако тебе и другим членам семьи нужны эксперты, поэтому я прикажу Джан Гую оставаться с вами. Джан Гуй предан мне. Разве это правильно? Слегка нахмурившись спросил Джан Ян. Джан Гуй ведь земной рыцарь. Земные рыцари имели право быть губернаторами провинций, генералами Чецзи, и даже великими старейшинами некоторых кланов. Он знал, что они будут в большей безопасности, если такой рыцарь будет находиться в их доме. Тем не менее, Джан Ян считал, что это будет слишком показушно и роскошно, поскольку немногие кланы по всей стране могли позволить себе такое. Все в порядке. С Джан Гуем дома, я буду спокоен. Кроме того, после того, как наша семья столкнулась с такой ситуацией, другие люди сочтут это разумным, если мы используем Джан Гуя. Джан Ян серьезно подумал об этом, после чего кивнул и сказал. Хорошо, мы будем использовать Джан Гуя в качестве нашего дворецкого. А то слушая, как он называет себя этот старый раб перед нашими родителями, я чувствую мурашки по всему телу. Хэм, я поговорю с ним. Джан Ти кивнул. Есть еще одна вещь, которую ты должен тщательно обдумать, старший брат. Ты о чем? Старший брат, на самом деле твой талант культивирования лучше моего. Я достиг нынешнего уровня лишь из-за кармы и удачи. Я думаю, что поскольку вокруг нас такие хорошие условия, ты должен попытаться стать рыцарем. Ах, стать рыцарем? Джан Ян был поражен. Чтобы стать рыцарем тебе нужно лишь постепенно зажечь свои точки. Конечно, для простых людей это трудно, однако для тебя это не так. Помимо того, что у тебя хороший талант, у нас также есть разные таблетки, техники культивирования и другие ресурсы, которые большие кланы используют для взращивания своих элитных учеников. Поэтому ты можешь быстро стать рыцарем. Старший брат, почему бы не попробовать? Ты обязан сделать это. Подумай о кризисе, с которым столкнулась наша семья. Независимо от того, сколько денег мы можем заработать, в критический момент только сила может разрешить ситуацию. Если ты станешь рыцарем, то ты сможешь защитить себя. Ты также сможешь прожить намного дольше, чем обычные люди. Кроме того, у тебя будет гораздо более светлое будущее. Услышав слова Чжан Те, сердцебиение Чжан Яна участилось. Конечно же Чжан Ян хотел стать рыцарем. Тем не менее он знал свои способности. Он знал, что его талант к культивированию был лишь неплохим. Кроме того, все последние годы он был занят бизнесом и постепенно начал уделять меньше времени своему культивированию. Однако пережив этот кризис, Чжан Ян осознал роль и силу рыцаря в критический момент. Хэм, бизнес-группа Цзинью развивается все более и более плавно. Я также взрастил много помощников. После решения этого события, я все подготовлю и буду заботиться лишь об основных стратегических решениях бизнес-группы. Я попробую прислушаться к твоим словам. Чжан Ян наконец принял решение и хлопнул себя по бедру. Во время моей последней церемонии вращения чакры, секта Небесной Удачи подарила мне право на 20 лет культивирования в башне времени Ланья Дон Тянь. Старший брат, приготовься. После того, как я сообщу секте Небесной Удачи, ты отправишься туда. С таким количеством таблеток и ресурсов, а также 20 годами культивирования, когда ты выйдешь из башни времени секты Небесной Удачи, ты уже будешь на пороге становления рыцарем. Чжан Ян поспешно отказался. Ах, это очень редкая возможность. Она тебе нужнее. Я уже дважды был в башне времени. В прошлый раз я провел в башне времени 6 десятилетий. Старший брат, ты же знаешь, что даже башня времени не сможет устранить последствия грома нирваны. Поэтому мне бессмысленно и расточительно входить в башню времени. Поэтому лучше, чтобы ты вошел в нее. Ты сможешь войти в нее, когда восстановишься. Кто знает, может мне понадобиться 10, 25, 100 или даже 200 лет на это. Однако секта Небесной Удачи не будет так долго ждать. Бессмертный Дэйн уже связывался со мной и надеялся, чтобы я как можно скорее воспользовался этой возможностью. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел туда, старший брат. Чжан Су больше подходит на эту роль. У Чжан Су намного лучший талант, чем у меня. После 20 лет культивирования и огромного количества ресурсов, у него будет намного больше шансов стать рыцарем, чем у меня. Если он станет рыцарем, то он сможет помочь тебе больше, чем я. Я подумаю о Чжан Су чуть позже. Старший брат, не переживай. Не думай, что только у секты Небесной Удачи есть Башня Времени. У многих крупных кланов и сект есть Башня Времени. Мне не так сложно будет найти другую Башню Времени для Чжан Су. Спокойно сказал Чжан Те. Несмотря на то, что Башни Времени были редкими, они не были невероятно редкими. На самом деле Чжан Те знала двух свободных Башнях Времени, тем не менее они обе еще не скоро откроются. За последние 800-900 лет, большие кланы обнаружили огромное количество Башен Времени в подземном мире. Чжан Те полагал, что многие силы и секты будут не против продать ему право доступа к Башне Времени, если он сможет предложить достаточные условия. Поэтому Чжан Те совсем не волновался по этому поводу. Поняв, что Чжан Те хорошо обдумал это, Чжан Ян все же согласился. Чжан Те действительно изменился. Подумал Чжан Ян, однако он ничего не сказал. Несмотря на то, что он поболтал с Чжан Те всего полчаса, Чжан Ян уже почувствовал изменения Чжан Те. Чжан Те казался более глубоким, холодным и немного величественным. Поговорив со своим старшим братом, Чжан Те встретил Чжан Гуя. Чжан Гуй был таким же, как и раньше. Когда он увидел Чжан Те, он совсем не выглядел гордым. Вместо этого он почтительно поприветствовал Чжан Те. С возвращением, господин, ты молодец. Хорошая работа, сказал Чжан Те. Это обязанности этого старого раба. Это все плоды внимательного плана господина. Скромно ответил Чжан Гуй. Затем Чжан Те достал пространственное оборудование и отдал его Чжан Гую. Введя в него свою духовную энергию, Чжан Гуй мгновенно обрадовался. Внутри этого пространственного оборудования Чжан Гуй обнаружил большую кучу кристаллов элемента воды, кристалл на котором была записана техника культивирования, а также банку странных таблеток. Глава 1497. Искренность помимо кристаллов элемента воды, внутри также лежит техника культивирования под названием «ментальная сутра тысяч шаров». У этой техники есть множество функций. Если ты овладеешь ею, то ты сможешь стать теневым рыцарем по крайней мере в два раза быстрее. Большое спасибо, господин. Большое спасибо, ответил Чжан Гуй. Сейчас самыми ценными вещами для Чжан Гуй были именно такие техники культивирования и кристаллы элементов, которые могли поспособствовать его культивированию. Поэтому получив эту награду, Чжан Гуй стал еще более верным Чжан Те. Однако Чжан Гуй не предполагал, что внутри будет что-то еще более ценное. Затем Чжан Те спокойно посмотрел на Чжан Гуй и добавил. Таблетки в этой банке изготовлены из члена ящерицы дракона бездны. Они обладают энергией экстремального ян. Их функция заключается в производстве спермы и ускорении кровообращения. Они смогут полностью вылечить твою скрытую болезнь и восстановить твою генетическую жизнеспособность. Теперь у тебя могут появиться потомки. Несмотря на то, что ты однажды умрешь, ты сможешь оставить после себя наследников. Услышав слова Чжан Те, Чжан Гуй был ошеломлен. Когда Чжан Гуй был молодым, чтобы как можно скорее стать рыцарем, он культивировал чрезвычайно порочную технику культивирования элемента инь. Но однажды он совершил ошибку во время культивирования, в результате чего его генетическая субстанция, сперма, потеряла свою жизнеспособность из-за энергии инь. С тех пор Чжан Гуй утратил способность оплодотворять женщин. Чжан Гуй посетил многих известных врачей и безрезультатно принял много лекарств. Когда он был молодым, он не знал значения родословной и потомков. Он многое заплатил за то, чтобы стать рыцарем. Когда Чжан Гуй наконец стал рыцарем, он получил богатство, положение и женщин. Однако он больше не мог иметь детей. Поэтому Чжан Гуй всегда был обеспокоен этой проблемой. По мере того, как он становился старше, а особенно после того, как его родители скончались, его сожаления все росли. Однако он не мог ничего с этим поделать. Одна из причин, по которой он продался Хан Чжин Фану, заключалась в том, что он надеялся, что Хан Чжин Фан сможет однажды дать ему возможность родить детей с помощью техник храма кровавой души. Однако даже став земным рыцарем, Чжан Гуй все равно не оправился даже с помощью Хан Чжин Фана. Поэтому Чжан Гуй уже потеря всю надежду и сдался. Но неожиданно, Чжан Те исправил его сожаление. С помощью Чжан Те, Чжан Гуй почувствовал себя совершенно новым человеком. Чжан Гуй смотрел на Чжан Те с дрожащими руками. Затем со слезами на глазах он немедленно опустился на колени и начал кланяться Чжан Те. Чжан Гуй клянется быть верным господину до конца моей жизни. Если Чжан Гуй причинит вред господину или вашей семье, то я умру физически и духовно вместе со всеми моими возможными потомками. Я Чжан Гуй, и мои потомки, будем верны семье Чжан и будем служить ей до самой смерти, чтобы возместить великую милость господина. Твои потомки получат такое же обращение, как и потомки семьи Чжан. Они будут считаться моими племянниками и племянницами, и будут хорошо воспитаны в семье Чжан. Семья Чжан разделит с ними честь и позор. Спасибо, господин. Спасибо, сказал Чжан Гуй. Он был настолько взволнован, что не знал, как отблагодарить Чжан Те. Вставай. Чжан Гуй вытер слезы и выпрямил свое тело со странным блеском на лице. Получив новую надежду, Чжан Гуй мгновенно обрел новую жизнь. Даже его характер слегка изменился. Поднявшись, Чжан Гуй мгновенно показал злобный и коварный взгляд, после чего сказал с твердым намерением убийства. Господин, мне кажется, что в этом замешан Чжан Те Сюань. Если господин даст согласие, то этот старый раб немедленно пойдет и отрубит его голову. Если мы убьем его сейчас, то никто не заподозрит господина. Кроме того, мы сможем переложить вину на тех, кто посмел напасть на господина Егора Цзинью. Этот старый раб очень опытен в убийствах, поэтому я не оставлю никаких следов. Услышав слова Чжан Гуя, Чжан Те закрыл глаза, чтобы тот не увидел перемену его настроения. Затем, подождав несколько секунд и успокоившись, он открыл глаза. Я сам разберусь с этим. Его величество подарил мне несколько красоток на холме Сюань Юань. Все они имеют красивую внешность и таланты. Ты можешь выбрать четыре из них в качестве своих жен и наложниц. Надеюсь, что ты сможешь как можно скорее родить потомков. В будущем оставайся с моим старшим братом и помогай ему. Услышав его слова, Чжан Гуя успокоился и скромно опустил голову. Чжан Те провел с членами своей семьи еще несколько часов. Когда Чжан Те наконец-то вернулся на вершину Тин Сюань, отшельник, поднимающий гору, Лу Чжун Мин и Янь Фэй Цин уже вернулись. Гохун Е была с ними. Кроме того, у дворца также собрались почти все его ученики. Подтвердив, что Чжан Те был в порядке, все они были поражены и взволнованы. Особенно Янь Фэй Цин и Гохун Е. Увидев Чжан Те, они сразу же расплакались. У многих учеников Чжан Те тоже были красные глаза. Заметив, что все уже были на месте, Чжан Те успокоил своих учеников, после чего сказал двум ученицам присматривать за Май Аюн. Затем он пригласил всех старейшин секты Железного Дракона во дворец. Когда Чжан Те сказал им войти во дворец, Гохун Е начала колебаться и не знала, должна ли она входить или нет. Тем не менее Чжан Те посмотрел на нее и сказал, Хун Е, заходи. Услышав это, отшельник поднимающий гору обменялся взглядами Слу Чжун Минем и Линь Хуань Се. Абай Сусянь молча посмотрела на Янь Фэй Цин и Гохун Е. Сразу после того, как ворота были закрыты, и все заняли свои места, отшельник поднимающий гору стал серьезным и спросил Чжан Те, глава, что случилось. Все присутствующие задавались этим же вопросом, поэтому как только отшельник поднимающий гору задал его, все сконцентрировались на Чжан Те. Глава 1498. Ответ Чжан Те я знаю, что вы все обеспокоены за меня и хотите знать, что со мной случилось. Однако я могу лишь сказать, что меня подставили и отравили покиданием души в здании Дикого озера. В результате чего я оказался в дилемме. Тот, кто стоит за всем этим, сделал это ради универсального лекарственного средства и огненной нефти семьи Чжан. Нанятый рыцарь по фамилии Лю, которого Чжан Гуй убил в городе Цзинью, был пешкой, которую этот человек уже давно посадил в бизнес-группу Цзинью. К счастью, вчера мне повезло, и я смог выбраться и убить лакея этого человека. Чжан Те долго думал о том, что им ответить. Он не хотел ничего скрывать от своих друзей и семьи. Однако он счел неуместным раскрывать все в данный момент. Вместо этого он просто дал им двусмысленное объяснение. Глава, ты знаешь, кто за всем стоит? Продолжил отшельник, поднимающий гору. Это очень сложно. Преступников возможно несколько. Я еще не до конца совсем разобрался. Поэтому я отвечу на твой вопрос через несколько дней. Все присутствующие были очень умными и чувствительными людьми. Поэтому уловив нерешительность Чжан Те, они все поняли, что Чжан Те сохранил некоторые секреты, и не хотел пока рассказывать им всего. Поэтому обменявшись взглядами друг с другом, они промолчали. Весь этот инцидент действительно был немного странным. Время и возможность подловить Чжан Те были слишком идеальными, не говоря уже о чрезвычайной ситуации в городе Цзинью. Кроме того, рыцарь по фамилии Лю был старым членом бизнес-группы Цзинью, однако он уже давно был куплен виновником. Но казалось будто Чжан Те был готов к таким чрезвычайным ситуациям, поскольку он оставил в городе Цзинью Джан Гуя. Подумав обо всем этом, все присутствующие почувствовали, что за этим могут стоять не остатки церкви достигающей небес и демоны. Мы будем довольно любым ответом, главное чтобы глава вернулся, сказал Лу Чжун Мин. Чжан Те опустил голову, после чего сказал спокойным и решительным тоном. Две мои старшие ученицы были убиты в здании Дикого озера. Кроме того, на мою семью напали, и мои родители чуть пострадали. Поскольку это касается не только меня, я дам вам всем удовлетворительный ответ. С тех пор, как она вошла во дворец, Янь Фэй Цин просто спокойно смотрела на Чжан Те. То, что Янь Фэй Цин чувствовала по поводу перемен Чжан Те, отличалось от того, что чувствовали остальные. Линь Хуаньсе почувствовала, что Чжан Те стал более глубоким. Однако, услышав слова Чжан Те, Янь Фэй Цин почувствовала невыразимую боль, долг и тишину. Кроме того, он был похож на отчаявшегося зверя, попавшего в дилемму. Среди всех людей вокруг Чжан Те, больше всего его понимали не его родители, Бай Сусяни Ли Гохун Е, а именно Янь Фэй Цин. Прожив с Чжан Те в течение шесть десятилетий, Янь Фэй Цин давно стала той, кто больше всего понимал Чжан Те. Только она могла понять боль Чжан Те лишь по его взгляду. Она также поняла, что эта боль превратилась в жестокость, которая была направлена на него самого. Чем более спокойным выглядел Чжан Те, тем более жестоким он был по отношению к себе. Когда Чжан Те обменялся взглядом с Янь Фэй Цин, сердцебиение Янь Фэй Цин резко участилось. Чжан Те знал, что Янь Фэй Цин понимала его лучше, чем кто-либо другой. Поэтому он передал ей властное и решительное послание при помощи своего взгляда, «Я справлюсь с этим сам. Это не твое дело». Чжан Те обычно прислушивался к словам Янь Фэй Цин, но этот раз был исключением. Поняв, что все остальные замолчали, Чжан Те сконцентрировался на Гохун и которая с обеспокоенным взглядом смотрела на него. «С нашей встречи на берегу реки Вэй Шуй, я не слишком много говорил с тобой. Но ты так много натерпелась из-за меня, мне очень жаль. Все в порядке, я люблю тебя. Поэтому ради тебя я готова на все», — сказала Гохун Е, после чего ее глаза стали мокрыми. Однако она все равно решительно смотрела в глаза Чжан Те. «Какая вершина среди 18 вершин Тинь Сюань нравится вам?» Как насчет того, чтобы выбрать себе место жительства? Чжан Те посмотрел на Гохун Е и Янь Фэй Цин. Поскольку у Бай Сусянь была своя вершина, то у Янь Фэй Цин и Гохун Е также должна быть своя. Возможно, она им и не нужна. Однако если у них не будет своей вершины, то они определенно будут чувствовать себя некомфортно. Чжан Те очень хорошо понимал женщин. Услышав его слова, Гохун Е посмотрела на Янь Фэй Цин. После молчания в течение 2 х секунд, Янь Фэй Цин ответила. «Тогда вершина витающего Феникса. Несмотря на то, что я учитель Хун Е, на награжденной земле огненного дракона мы сестры», — Чжан Те кивнул. После встречи с отшельником, поднимающим гору, Лу Чжон Минем и Линь Хуаньсе, в секту Железного Дракона прибыли старейшины дворца Хуайуани Чжан Те Сюань. Выйдя из воздушного корабля, Чжан Те Сюань показал удивленное выражение лица увидев Чжан Те. Затем, прежде чем старейшина Муань, старейшина Мури и другие старейшины двинулись вперед, Чжан Те Сюань шагнул вперед и крепко обнял Чжан Те. «Я рад видеть возвращение старейшины Мушиня. Это радость для награжденной земли огненного дракона и дворца Хуайуань. Старейшине Мушиню всегда везет и ты получаешь Божью помощь. Мы не сомневались в том, что ты сможешь выбраться из этой дилеммы». При виде Чжан Те Сюаня, Чжан Те просто спокойно смотрел на него. Только когда Чжан Те Сюань подошел к нему и обнял, Чжан Те улыбнулся и сказал. «Я слышал, что глава клана был очень занят моими поисками. Мне очень жаль». Глава 1499. Хитрость Чжан Те после того, как Чжан Те Сюань услышал слова Чжан Те, на его лице мелькнуло странное выражение. Если бы Чжан Те уже давно не следил за ним, то он, возможно, не заметил бы перемену в выражении лица Чжан Те Сюаня. Однако Чжан Те Сюань мгновенно восстановил спокойное выражение лица. «Эх, я ненавижу тот факт, что я ограничен своими способностями». Чжан Те Сюань глубоко вздохнул, после чего спросил Чжан Те, «Мне интересно, что происходило со старейшиной Мушиним. Знаешь ли ты, кто стоит за всем этим?» Затем к ним подошли другие старейшины дворца Хуайань. В отличие от Чжан Те Сюаня, их забота о Чжан Те была настоящей. Старейшина Мури был в ярости и кричал с поднятыми бровями, что за дерзкий ублюдок. «Как ты смеешь трогать дворец Хуайань?» «На этот раз мы, старые парни, не отпустим тебя даже ценой у наших жизней. Я думаю, что мы должны начать с того рыцаря по фамилии Лю. Несмотря на то, что он уже умер, если мы используем его в качестве начальной точки, мы, может, что-то и обнаружим». Серьезно сказал старейшина Муань. «Хэм, я согласен с тобой». Другие старейшины кивнули. «Это действительно катастрофа для нашего дворца Хуайань, поэтому мы не должны прекращать расследование, пока не найдем виновника». Серьезно сказал Чжан Тэй Сюань. Вскоре после этого к ним подлетел воздушный корабль длиною более 700 метров. Прежде чем он приземлился, из него вылетело два луча света. Затем они в мгновение ока приземлились перед Чжан Те. Это были Чен Хун Ли, командир северо-восточного военного округа, и Чжа Гуан Ли, главный судья Верховного суда страны Тайся. Приземлившись на землю, они начали осматривать Чжан Те с головы до пят. Подтвердив, что с Чжан Те все в порядке, они облегченно вздохнули. Чжан Те и Сюань и другие старейшины дворца Хуай Ань поспешно поприветствовали этих двоих. Это неподходящее место для разговоров. Глава, старейшины и два лорда, пожалуйста, проходите во дворец. Давайте поговорим обо всем внутри. После короткого разговора с Чжан Те, отшельник, поднимающий гору, Бай Сусяни и другие владельцы вершин уже покинули дворец и занимались своими делами. А Янь Фой Цин отвела Гохун Ли, чтобы навестить родителей и членов семьи Чжан Те. Спустя десять минут во дворце был слышен лишь голос Чжан Те. После того, как я проснулся, я увидел перед собой двух незнакомых мне рыцарей, которые держали в руках противоядие. Они начали спрашивать меня о рецептах огненной нефти и универсального лекарственного средства, а также о технике культивирования божественного доминатора. Сказав это, Чжан Те взял чашку чая и сделал глоток, после чего продолжил, поскольку я ничего не рассказал прошлой группе людей, я не рассказал и этим двоим. Поняв, что я ничего не расскажу, они раскрыли оковы сдерживания дракона, чтобы увезти меня из этой горной пещеры. Затем я обнаружил, что все предыдущие люди, которые допрашивали меня, были мертвы. Ты имеешь в виду, что они были из разных сил? Главный судья не мог не спросить. Понятия не имею. Когда я проснулся, прошлая группа людей уже умерла, а эти два рыцаря хотели перевести меня в новое место. Поэтому я не уверен, были ли они убиты этими рыцарями или нет. Но я знаю, что первая группа людей состояла из смертников, которые были ниже уровня рыцаря. Как ты сбежал? Чтобы сдержать меня, они использовали оковы сдерживания дракона и иглы кровавой души. Несмотря на то, что я мог временно подавить иглы кровавой души, я не мог открыть оковы сдерживания души. Однако они этого не знали, поэтому после того, как они сняли с меня оковы, я сразу же нанес удар и убил одного из них. А второму удалось сбежать после получения тяжелых ранений. Только Чжан Те знал, были ли его слова правдой или нет. Говоря это, он иногда бросал взгляды на Чжан Те Сюаня. Чжан Те Сюань все это время смотрел на него с обеспокоенным выражением лица. Помнишь ли ты, как выглядели эти два рыцаря? Спросил главный судья. Конечно, сказал Чжан Те, после чего достал из замка черного железа голову земного рыцаря, которого убил Акхэм. Хотя голова была в крови, никто из присутствующих не чувствовал отвращения. Затем Чжан Те передал ее главному судье и сказал. Она принадлежит земному рыцарю. А тот, кто сбежал, был теневым рыцарем, сказал Чжан Те, после чего положил на стол лист белой бумаги и начал рисовать карандашом. Всего через несколько минут на бумаге появился эскиз старшего брата Хуана. Я слышал, что фамилия этого теневого рыцаря была Хуан. Имея эскиз, показания, уровень его силы и фамилию, если Верховный суд все еще не сможет понять, кто это, то его стоит распустить. Увидев эскиз, глаза главного судья наполнились проницательным взглядом и сильным намерением убийства. Чен Хун Ли, командир северо-восточного военного округа, нахмурился и сказал. Фамилия Хуан? Ах, я мог где-то видеть его. Увидев эскиз, выражение лица Чжан Те Сюаня резко изменилось. Затем он внезапно открыл рот. Я, я знаю его, но я не представлял себе, что он такой человек. Глава 1500. Беспокойство как только Чжан Те Сюаня открыл рот, все остальные сконцентрировались на нем, включая и Чжан Те. Несмотря на то, что Чжан Те казался немного пораженным, он был спокоен внутри. Все потому, что ответ Чжан Те Сюаня был в пределах его ожиданий. Те трое прибыли в пещеру, следуя за Чжан Те Сюанем. Кроме того, согласно их разговору они были очень хорошо знакомы с Чжан Те Сюанем, особенно теневой рыцарь по фамилии Хуан. Кроме того, они не разыскивались Верховным судом и им не нужно было скрываться. Поэтому они, возможно, уже встречались с Чжан Те Сюанем в провинции Юджао. Чжан Те Сюань не мог скрыть этого. И если Чжан Те Сюань промолчит сейчас, то когда Верховный суд поймет происхождение этого теневого рыцаря по фамилии Хуан и отследит его до провинции Юджао, молчание Чжан Те Сюаня принесет ему большие неприятности. Поэтому Чжан Те Сюань должен был быть предельно острожен. Причина, по которой Чжан Те упомянул этого теневого рыцаря по фамилии Хуан, заключалась в том, что он хотел, чтобы Чжан Те Сюань подставил сам себя. Узнав обо всем этом, его величество скорее всего подумает, что Чжан Те Сюань предал его. Тем не менее у Чжан Те Сюаня не было выбора кроме как сделать это. И таким образом, теперь его отношения с этим его величеством будут только ухудшаться. Чжан Те Сюаню нужно было пожертвовать чем-то ради собственной безопасности. Чем больше Верховный суд откапает при помощи этой улики, тем больше его величества будет зол на Чжан Те Сюаня. То есть Чжан Те Сюань будет загнан в угол. Эскиз Чжан Те был более пронзительным, чем прямой удар по Чжан Те Сюаню. «Ты его знаешь?» – спросил главный судья, мгновенно концентрируясь на Чжан Те Сюане. «Мы познакомились друг с другом в царстве элементов земли. Я всегда относился к нему как к другу». Несколько дней назад, после исчезновения старейшины Мушиня, он даже пришел в город охватывающего тигра и предложил свою помощь. «Кто бы мог подумать, что он такой человек?» – ненавистно сказал Чжан Те Сюань. «Кто он?» – внутренне стиснув зубы, Чжан Те Сюань ответил. «Его зовут Хуан Батая, бессмертный бушующий огонь, великий старейшина клана Хуан дворца Меркурия, из провинции Цичжоу. Но его слова уже были неважны. Все потому, что Верховный суд мог легко откопать происхождение этого теневого рыцаря по фамилии Хуан. Услышав слова Чжан Те Сюаня, главный судья слегка пошевелил пальцами, словно уже издал приказ. Эти люди посмели подставить Чжан Те и нанести вред семье Чжан, нарушая законы страны Та Ся и принципы человеческих рыцарей. После этого события, весь клан Хуан дворца Меркурий наверняка будет зачищен. «Бессмертный, есть ли у тебя другие подсказки?» — снова спросил главный судья. Чжан Те слегка нахмурился и сказал, «Я помню, что эти двое планировали отправить меня в провинцию Инчжоу». Они даже упоминали Сагуса, короля бездны. Провинция Инчжоу была столицей империи достигающей небес. Несмотря на то, что Чжан Те не говорил, что эти двое были в сговоре с демонами или остатками церкви достигающей небес, его слова уже заклеймили их клеймом лакеев демонов. Церковь достигающая небес и демоны были публичными врагами человечества. Поэтому Верховный суд, военные и холм Сюань Юань никогда не проявит к ним милости. Несмотря на то, что ни эти трое, ни Чжан Те и Сюань не принадлежали ни к церкви достигающей небес, ни к демонам, они станут таковыми, если Чжан Те так скажет, кто вообще сможет опровергнуть его слова. Кроме того, это была вполне разумная версия, которая соответствовала догадкам и ожиданиям многих людей. Чжан Те использовал Верховный суд и даже военные силы страны Тайся. Другими словами, он использовал тигров, чтобы убить волков. По сути, этим ходом Чжан Те атаковал его величество. Независимо от того, насколько сильным был этот принц, он не сможет предпринять никаких действий. Потому что если он предпримет какие-либо действия, то это ничем не будет отличаться от признания себя лакеем демонов и членом церкви достигающей небес. Как и предполагал Чжан Те, главный судья и Чен Хун Ли стали серьезными, услышав слова Чжан Те. Затем Чжан Те бросил скрытный взгляд на Чжан Те Сюэня. Несмотря на то, что внешний Чжан Те Сюэнь выглядел спокойным, его лицо стало намного бледнее, когда он услышал про демонов и церковь, достигающую небес. Чем глубже Верховный суд и военные страны Тайся будут расследовать след Хуан Батаа, тем больше этот принц будет ненавидеть Чжан Те Сюэня. Затем главный судья посмотрел на Чжан Те и спросил. Мы слышали, что Бессмертный принес с собой Май Аюнь. Мне интересно. Май Аюнь была обманута. Она вообще ничего не знает. Поскольку она слишком напугана, я отправил ее отдохнуть. Если у мистера Ли есть какие-либо вопросы, то просто спросите меня, прямо сказал Чжан Те. Всего одна из трех старших учениц, которые пригласили Чжан Те на вечеринку, осталась в живых. Поскольку Май Аюнь осталась в живых, то это указывало на то, что она отличалась от двух других. При помощи Май Аюнь они наверняка смогут найти улики. Однако поскольку Чжан Те принес голову земного рыцаря и раскрыл участие клана Хуан, этого уже было достаточно. Всего лишь боец ЛВ-9 был не более чем пешкой, которая использовалась для того, чтобы соблазнить Чжан Те. Поскольку Чжан Те так заботился о ней, они не хотели оскорблять его ради нее. Подумав об этом, главный судья встал и сказал с серьезным выражением лица. Это событие очень важно. Я немедленно доложу об этом его величеству. Поскольку это дело связано с церковью достигающей небес и демонами, у меня нет права принимать решение по этому поводу. Я отправлюсь в провинцию Цжау, чтобы поймать бессмертного бушующей огонь и остатки церкви достигающей небес, на случай чтобы они не сбежали. Прежде чем вы услышите какие-либо новости из провинции Цжау, пожалуйста не рассказывайте ничего из услышанного. До встречи. Затем Чжан Те и другие старейшины дворца Хуайань провели главного судью и командира северо-восточного военного округа. Посмотрев на улетающий на юг воздушный корабль, Чжан Те посмотрел на Чжан Те Сюаня и удивленно спросил. Глава, ты в порядке? Ты плохо выглядишь? Чжан Те Сюань действительно выглядел нехорошо. Услышав вопрос Чжан Те, он выдавил улыбку и сказал. В последнее время я был слишком напряжен. Увидев старейшину Мушеня, я наконец расслабился и почувствовал волну усталости. Глава 1501 Действие возвращения Чжан Те создало большой шок, который не угасал в течение двух дней. В течение этих двух дней, Чжан Те был занят встречами с людьми из разных слоев общества. В эти дни Майюнь выглядела не очень хорошо. Чжан Те каждый день проводил с ней немного времени, однако Майюнь всегда молчала и выглядела очень расстроенной. Чжан Те считал, что Майюнь еще не полностью восстановилась, и ей возможно понадобится еще несколько дней отдыха. Кроме того, чтобы поднять ее настроение, он попросил людей привезти сюда членов ее семьи из города Хуайань. Чжан Те подумал, что это поможет Майюнь. На этот раз, чтобы гарантировать безопасность семьи Чжан, на награжденную землю Огненного Дракона прибыли Небесный Рыцарь, Небесный Гуянь, боевой дядя Бессмертного Дэйн из секты Небесной Удачи, и Небесный Юэйн, Небесный Рыцарь, нанятый особняком Лорда Гуаннань. Эти двое действительно сильно помогли награжденной земле Огненного Дракона. Узнав, что Чжан Те вернулся, это два Небесных Рыцаря сразу же исчезли, даже не встретившись с ним. Все это время семья Чжан знала, что на награжденной земле Огненного Дракона находилось два Небесных Рыцаря. Однако никто из них ни разу не видел их, включая даже Чжан Яна. Однако после того, как эти двое покинули награжденную землю Огненного Дракона, сообщение, оставленное ими, поразило всю семью Чжан. Небесный Гуэйн из секты Небесной Удачи и Небесный Юэйн, Небесный Рыцарь, нанятый особняком Лорда Гуаннань, оба хотели обучать детей Чжан Те. Небесный Гуэйн хотел обучать Чжан Чинба, а Небесный Юэйн, Чжан Ченсиа и Чжан Чинбина, они оба оставили сообщение, что вернутся за ними через год, когда им исполнится по семь лет. Почему они так решили? Чжан Те спросил Бай Сусянь. Бай Сусянь была беспомощной, и сказала со слегка восхищенным взглядом. Я слышала о том, что когда они увидели Чжан Ба, Ченсиа и Чжан Бина, они понравились им обоим, поэтому они сделали ставку. Я не знаю на что они спорили, я лишь знаю что спор заключается в том, чьи ученики смогут раньше стать рыцарями. Знаешь ли, Небесный Гуэйн примерно того же возраста, что и мой дедушка. Однако несмотря на его отношения с моим дедушкой, Небесный Гуэйн не согласился учить моих двух старших братьев, когда они были маленькими. Причина заключалась в том, что они не были квалифицированы для того, чтобы унаследовать его таланты. Но Чжан Ба, Ченсиа и Чжан Бин родились редкими бесшовными телами и исключительными талантами. Им повезло, что они понравились двум Небесным Рыцарям. Затем Чжан Те позвал Чжан 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 Ба, Чжан Ченсиа и Чжан Чжан Бин, чтобы услышать подробности. Чжан Чжан Ба сказал, что встретил старика с белой бородой, когда играл на заднем дворе. Он понравился этому старику, и тот всегда играл с ним в прятки и радовал его. Однажды этот старик погладил Чжан Чжан Ба по голове и спросил, хочет ли Чжан Чжан Ба стать его учителем.